Уважаемые коллеги, добрый день. Буквально несколько технических минут. Мы заметили, что произошла корректировка по залам. Мы находимся сейчас в Столыпинском зале, и здесь будет работать секция, связанная с проблемами национального плана действий в области прав человека, вопросы свободы совести. Мы должны были находиться в Большом зале. Поэтому обратите внимание, в Большом зале сейчас начнёт работу секция по земельным отношениям, и те, которые, скажем так, представляют, может быть, не туда попали, можно переместиться. Мы начнём работу буквально через минуту-другую. Уважаемые коллеги, разрешите объявить работу круглого стола национальный план действий в области прав человека, вопросы свободы совести, который проходит в рамках Второго Всероссийского форума «Право, религия, государство». Оргкомитетом было поручено проведение этой секции модерация нам, в частности, мне, Шмидту Вериму Владимировичу, профессору кафедры государственных конфессиональных отношений Российской академии народного хозяйства и госслужбы, и ответственному секретарю правозащитного совета Санкт-Петербурга, члену Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Наталье Леонидовне Евдокимовой. С Вашего позволения мы начинаем работу. Формат предлагается следующий. Несколько тезисов постараюсь произнести я и передам слово для концептуального и более широкого представления Наталье Леонидовне. Затем мы предложим слово Сибенцову Андрею Евгеньевичу. И далее по тому, как Вы отреагируете на некоторые концептуальные предложения по той причине, что мы сегодня открываем официальную дискуссию по данной проблеме, в частности, по подготовке концепции, подчеркиваю, концепции национального плана действий в области прав человека. От того, как мы определимся здесь и сегодня, расставим какие-то точки над «и», мы надеемся, что начнётся в стране дискуссия по этой проблеме. Поэтому, если Вы позволите, мы начнём работу. Есть какие-то технические замечания, предложения? Нет? Водичка. Да. Итак, я хотел бы обратить внимание на несколько серьёзных моментов, которые связаны прежде всего с теми дискурсами, которые, собственно, разворачиваются у нас в стране в этой области. Сейчас идёт и работает параллельная секция, связанная с традиционными ценностями, защитой традиционных ценностей, то, как они понимаются в России, в Европе и в целом глобально в мире. Я обращу внимание на резолюцию 21-3 Организации Объединённых Наций, которая была принята 9 октября 2012 года. Название «Поощрение прав человека и основных свобод благодаря более глубокому пониманию традиционных ценностей». Что понимается под традиционными ценностями? Это прежде всего достоинство, свобода и ответственность. Эти категории как ценности определены в резолюции 12.21 от 2 октября 2009 года и далее подтверждены в резолюции 16.3 от 24 марта 2011 года. Традиционные ценности, обращаю внимание, эти три вида ценностей расширяются и, как отмечено в резолюции, опираются на ценности, связанные с понятием семья, община, общество и то, где они воспроизводятся не только в семье, в общинах и обществе, а ещё и в системе образования, то есть в учебных заведениях. Когда мы рассуждаем о том, что такое международное право и как оно соотносится с традициями культурными, религиозными и всеми теми, которых мы уже назвали, то есть где воспроизводятся собственно ценности, мы понимаем, что каждое государство с учётом особенностей своего развития, с учётом тех позиций, которые заложены в международных документах, в частности, как в пакт о гражданских и политических правах, то есть берут на себя обязательства перед международным сообществом, чтобы обеспечить эти права. Мы понимаем, что тезаурусы, связанные с правом, сталкиваются с особенностями понимания культуры и тех ценностей, которые формирует каждая этнокультурная, как национальная, как государственная традиция в каждом конкретном обществе. обращая внимание ещё на несколько особенностей, в частности, пакта о гражданских и политических правах, в частности, на статью 19 и на статью 20. В статье 19 мы видим гарантию права человека на творчество в широком смысле. И это творчество, то есть способы осмысления, переосмыслений, то, как человек формирует систему своих ценностей и горизонтов своего бытия, вот в этой 19 статье в пункте 3 от пункта А и Б говорится ещё и об ограничениях, которые накладывают общество и государство на своих членов. В случае, если сам человек, который является высшей ценностью и у нас, в частности, в стране и в мире, ограничение по уважению прав другого и то, что связано с репутацией другого, это пункт А. А пункт Б говорит о том, что эти права и свободы могут быть ограничены в интересах охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. Пункт 22 пакта говорит о свободе ассоциаций. Говорится и вспоминается о профессиональных союзах, творческих союзах. И также мы замечаем, что в этой статье идёт речь и об ограничении прав, соответствующих ну и по объёму, как вышеперечисленное в статье 19. Мы работаем в очень специфическое время. Вчера, когда начал работу собственно наш форум, 21 числа в этом году, в четверг, весь мир отмечал День философии. День философии утверждён в качестве Всемирного дня с 2005 года Организации и Объединённых Наций. В этот день рекомендовано в национальных культурах обращать внимание на специфический инструмент, на философскую мысль, то, как в своей истории народы вырабатывают универсальные инструменты, как они обеспечивают работу этих универсальных инструментов, к которым относятся собственно понятия, концепты, идеологемы, в рамках которых и с помощью которых национальные культуры видят горизонты своего бытия. То, как они понимают, что такое высшее универсалии мир, человек и те родовидовые отношения, которые собственно уходят вниз к базовым элементам общества, самому человеку, самой культурной традиции и то, на что опирается эта традиция. Собственно, базовое понятие. В общей теории права известна простейшая вещь. Природа государства не может считаться определенной до тех моментов, пока не произошло определение в отношении к религии и к религиозным организациям. Это фундаментальное явление истории человечества. Оно было зафиксировано в 1648 году в Вестфальском мирном договоре, где были определены основные понятия категорий, которые не преодолены до сегодняшнего дня. Как-то суверен, как-то государство, граница и так далее. Культура до сегодняшнего момента опирается на эти базовые понятия. Содержание этих понятий в истории несколько трансформировалось. Мы знаем о том, что от момента 1648 года от этого базового международного договора произошло изменение четырех систем международных отношений, где фиксировались базовые принципы миропорядка. И в рамках этих соглашений реализовывались, развивались системы национального права. Мы на сегодняшний день стоим перед серьезным вызовом трансформации миропорядка, связанного с новой эпохой, которую именуем сейчас, пока, на общих подступах, как формационная. Она связана с технологическими укладами шестого уровня, а также мы видим корреспонденции, которые возникают в культуре на региональных уровнях, когда мы обсуждаем и трансформацию прав, среди которых является право человека на вопрос на что. Мы понимаем и говорим о фундаментальных правах и всех иных системах прав, которые надстраиваются, детализируются на этом уровне. На наш взгляд, в частности, уже не правовой, а там, где мы выходим чуть шире, философско-методологической, у нас возникнет проблема определенности, определенности по отношению к системе в целом, политической системе, социально-политической, социально-экономической, политико-культурной и, безусловно, политико-религиозной. Там, где начинают действия крупные акторы, как государство и религиозное отношение. Каждый из них опирается на подход к человеку. Человеку с широкими возможностями. Человеку, который исповедует системы ценностей. Самые разные системы ценностей. И в этих системах ценностей базовыми являются ценности религиозные, религиозно-мировоззренческие. Итак, определенности социально-политические, правовые и мировоззренческо-метафизические. Открывая эту дискуссию, нам предстоит определиться не только в ранжировании ценностей, то, как они субординированы по отношению ко всем иным системам ценностей, но также и тому, как они обеспечиваются по горизонтали. Там, где человек, свободное, творческое начало мира и исповедник систем. или же то, что отвергает системы и принципы системы образования. Это сложнейшая дискуссия, которая будет захватывать все уровни общества, начиная от источника всякого общества и государства человека и также государства как гаранта как того, что определяет критерии, по которым действует всякое суверенное и как оно соотносится на региональном и международном уровне собственно с системами высокого порядка. Если вы позволите, вот на этих тезисах скорее методологических я закончу краткое свое выступление в качестве модератора и передам слово нашей коллеге, которая также сегодня будет обеспечивать модерацию этого круглого стола, уточнять какие-то позиции, направлять Елене, простите, Наталье Леонидовне Евдокимовне. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я вас спущу с высот философии на грешную землю, а с международных актов Конституции Российской Федерации. И для начала давайте сообразим, а что же такое национальный план действий в области прав человека. Мы здесь не первооткрыватели, во всем мире такие национальные планы строятся и исполняются, причем вне зависимости от правовой концепции самого государства, вне зависимости от уровня экономического развития государства, вне зависимости от социальной защищенности граждан в этом государстве. Государство пытается строить, не государство, да, общество в государстве пытается строить такие национальные планы действий в области прав человека. И они разделяются по классифицировать, их можно по-всякому, но в частности я бы хотела остановиться вот на какой классификации. Можно говорить об общих планах действий в различных направлениях, и такие концепции в мире есть. А можно говорить о конкретных направлениях защиты прав человека. Ну, например, есть концепции защиты прав человека в разных странах, например, женщин, например, детей, например, в области образования, пожилых людей, инвалидов и так далее, а есть национальные планы действий в области, в разных направлениях. Мы взялись за большую работу и предложили на прошлой встрече Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданской общества и правам человека с президентом. Эта встреча состоялась в декабре прошлого года. Мы предложили к этому плану обратиться. Собственно говоря, наша задумка членов СПЧ была вот в чем. У нас есть основополагающий документ, есть Конституция Российской Федерации принята в 1993 году, в котором целая глава посвящена правам человека. Мы с вами знаем Конституция это закон прямого действия вроде о чем говорить. Вот есть Конституция о каких планах еще говорить. Но каждая статья в Конституции она потом развивается в законодательстве Российской Федерации. И с нашей точки зрения не всегда развивается согласно тому, что было задумано, когда эта Конституция писалась. Хотелось бы выяснить, а какие болевые точки есть в Российской Федерации, которые хоть и осенены Конституцией, но тем не менее выполняются не совсем так. А по-русски говоря, где нарушаются права человека и что нужно сделать для того, чтобы они не нарушались. создавая вот такую концепцию, мы хотя бы приближаемся к этому. И вот убедили мы президента на прошлой нашей встрече, и он дал поручение правительству Российской Федерации в своих поручениях номер пр 233 20 февраля 2019 года, пункт 2, под пункт правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека и представить дальше в случае необходимости соответствующее предложение. Вот этот случай необходимости это вот как у нас юриспруденция может и должен, да? Вот оно здесь сыграло свою роль. К 1 июля 2019 года правительства и конкретно Дмитрий Анатольевич Медведев, который здесь ответственный за этот пункт исполнения поручения президента должен был, должно было правительство представить президенту доклад о выполнении поручений. И к моему большому и к нашему большому сожалению правительство Российской Федерации не нашло должным целесообразным разрабатывать этот план. Вот по тому принципу. У нас и так все есть. Какие проблемы. Все хорошо. Ну и тогда СПЧ как орган упрямый и стоящий на позициях защиты прав человека решили они попробовать ли это нам самим с гражданским обществом. И вот что я вам хочу сказать. Собственно говоря, основания для создания или разработки такого национального плана действий есть, потому что международные органы наши, например, ООН или ЮНЕСКО или ЮНИСЕФ, они разработали методические пособия, скажем так, методические разработки выпустили по тому, как, по какому пути можно создавать такие национальные планы. Причем программа ООН по развитию предлагает разработку общего плана по правам человека в государствах. ЮНЕСКО предлагает план по правам человека в сфере образования, науки, культуры. ЮНИСЕФ в области защиты прав ребенка, прав женщин. Ну, а мы решили разработать план, ну, пока только концепцию, совершенно правильно сказал Вилийм Владимирович, план у нас еще есть время подумать, потому что саму концепцию надо подумать, как строить. Национальный план действий области прав человека в Российской Федерации, естественно, как любая концепция и любая программа, она должна быть утверждена неким нормативным правовым актом. Вы знаете, что у нас в стране это может быть как постановление правительства Российской Федерации, так и указ президента Российской Федерации. Вот этот год с предыдущей встречи мы посвятили тому, что мы собирали предложения у акторов в области защиты прав человека. Кто у нас такими акторами являются? Это прежде всего уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации и уполномоченные по правам человека в Российской Федерации. И нам прислали очень много предложений. Причем предложения очень разного формата. Да, от фундаментального права защиты, например, в области свободы слова, до закупки лекарств для социально незащищенных граждан. В общем, тоже социальное право на лекарства у нас есть. Так как у нас в Конституции собраны права не только фундаментальные первого поколения, но и второго, и даже уже и третьего поколения права, например, на экологическую безопасность, да, то в принципе идти-то можно по-разному. Можно излагая фундаментальные права и говоря о том, что мы хотим в этих правах акцентировать внимание на чем и какие. Ведь это план действий, это не теоретические только изыске, это план действий. Что мы хотим предложить стране, правительству, обществу, может быть, и миру в этой области. Разные были предложения. Пока мы еще не наметили, думаю, что будем это обсуждать. Очень хорошо, что здесь собрались специалисты в одном из фундаментальнейших прав человека, прав на свободу совести, потому что от нее строятся и другие права, кстати, из прав человека на одном из первом месте в Конституции стоит именно свобода совести, это очень важно. Значит, что пока мы делаем? Вот пока я еще собираю предложения. По, например, защите судебной есть, у нас такая норма в Конституции, согласилась предложение прислать Марчакова, Тамара Георгиевна, жду от нее предложения. В области образования Анита Карловна Соболева, тоже жду от нее еще предложения. В области экологических прав, вот уже прислал цыпленков Сергей Александрович. Это все наши с Владимиром Васильевичем коллеги, члены Совета по правам человека, но очень хорошо бы привлечь сюда и наш ученый мир. И вообще вот говоря о создании концепции, международные организации, они говорят о том, что не может быть создана концепция национальных планов действий в области прав человека за закрытыми дверями в кабинетах в тиши. Нет, это план открытый, прозрачный, общественный, значит, его нужно выставлять, будет на общественное обсуждение. Пока, к сожалению, не особенно есть что составлять, потому что я была назначена Михаилом Александровичем еще Федотовым ответственной за этот план, и я, собственно, сейчас собрала материалы и пытаюсь их хоть как-то классифицировать. Вот мне пришла в голову, кстати, классификация не только у нас, если вы в Конституции посмотрите, там вообще в перемешку права и фундаментальные, и социальные, и культурные, экономические, можно идти по этому пути. Ну, например, вот я сейчас как раз посмотрела этот путь, хочу вам его предложить, хотя он, так сказать, совершенно необязательный. То есть, например, взять, да, ну, понятно, что цели этого плана, что мы хотим получить, во-первых, усиление национального законодательства в этой области, потому что, еще раз повторяю, у нас правозащитников не очень радует развитие, так сказать, статьи Конституции на закон, потому что, с нашей точки зрения, этот закон не показывает, не декларирует права человека, а очень часто их ограничивает. И есть такие вещи, мы предлагать, например, можем в этом плане действия изменения законодательства Российской Федерации, не трогая Конституцию, упаси Господь. Ну и, конечно, должно быть усиление контроля за соблюдением прав человека, а это гарантии государства. Это государство нас само от себя должно защищать, потому что само оно и нарушает права человека. Так вот, защита прав человека государством, а со стороны общества контроль за тем, как государство эти права защищает. То есть мы хотим в результате все-таки наметить изменения в этой области. И я вам просто в качестве примера хочу просто уже передать слово участникам круглого стола. Вот я просто посмотрела, как это возможно сделать. Есть Конституция, и согласно Конституции Российской Федерации в статье 82 президент Российской Федерации приносит народу присягу, в которой написано «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и сохранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, ну а дальше суверенитет, независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». Посмотрите, в клятве сначала говорится о правах и свободах человека, а затем уже о государстве, тоже очень важная миссия президента. И если говорить о Конституции Российской Федерации, то, например, свобода совести, мировоззрение, вероисповедание в статье 28 Конституции. И дальше, например, права человека в сфере миграции защищает за Конституцию, права человека в области мировоззрения и вероисповедания, права на объединение, что у нас сейчас не очень, так сказать, хорошо законом подтверждается, права профсоюзов, собрания, митинги, демонстрации, тут вообще говорить нечего. Здесь надо очень серьезно разбираться. Если вот такое будет противопоставление гражданского общества и государства, ничего хорошего мы с вами не добьемся. Если будут несогласованные мероприятия публичные, в которых будут избиваться граждане, каждый будет считать, что он прав, путь в никуда. Договариваться надо и хорошо бы это в этом концепте, в этой концепции записать. У нас есть реальные предложения. Дальше, ну, насчет введения новых уполномоченных, тут я увидела, например, уполномоченных в сфере защиты, свободы, совести и вероисповедания. Надо подумать очень хорошо. Вы же понимаете, что те уполномоченные, которые уже существуют, они очень не хотят, чтобы новые уполномоченные появлялись. Когда просто был уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, а потом в субъектах. Ну, как-то они не приветствовали появление уполномоченных по правам ребенка и по защите прав предпринимателей. Потому что они говорят, это же все равно человеки, мы уже их и так защищаем. Но, тем не менее, это очень хорошая тоже мысль, ее надо обдумать. Если мы ее в концепции предложим, то ее нужно очень хорошо обосновать. Вот. Ну, и другие права. Ну, права на труд, социальные права, права на отдых и так далее. Не буду вашего внимания дальше задерживать. Что я хочу сказать в заключении своей краткой речи. Я хочу, ну, вот мы с Владимиром Васильевичем как раз после того, как у нас было спецзаседание по вопросу практически права религии государства, спецзаседание нашего совета и совета президента по делам религии, мы как раз с ним поговорили о том, что вот этот вот сфера, она у нас сейчас в Российской Федерации законам соответствующим скорее не защищаются права верующих, а скорее они разрушаются. Я бы так сказала, там есть очень много статей, которые не позволяют права верующих защищать и очень хорошо об этом выступали на нашем заседании, ну и сам Владимир Васильевич с яркими примерами и другие участники. То есть надо понимать, что это будет одной из составляющей частей права или свобода совести, свобода вероисповедания. Потому что я вам просто сейчас уже последний примерчик приведу, который меня тогда взволновал. Владимир Васильевич, помните, у нас МВД представляло Совету Препрезиденте тогда еще концепцию не принятую только проект безопасности государства. И там было выделено четыре конфессии, с которым государство должно сотрудничать почему-то. И когда я спросила, а ничего, что в Конституции Российской Федерации признано, что все религии равны, что каждый может исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой, значит, наши представители, уважаемые МВД, немножко запнулись и сказали, ну, вы же видите, что творится на Дальнем Востоке. Там практически враги, католическая религия весь Дальний Восток заняла. Слушайте, католичик уже не говоря о свидетелях Игова. Я была в шоке, честно говоря, но, слава Богу, такого пункта не появилось в самой концепции. Но там уже в проекте были названы два врага, прошу прощения, как нежелательные, ведущие деструктивную деятельность. Это свидетели Игова, сейчас мы видим, что с этим получилось, следующие саентологи, ждем, когда будет то же самое. Вот все, что я хотела сказать, спасибо большое. Можно, конечно, для понимания. у нас в настоящее время существует порядка 20 государственных стратегий, стратегий национальной безопасности, стратегий национальных отношений и так далее. Вот каково здесь предусматривается соотношение вот этих стратегий и какова здесь может быть иерархия. Понимаете, чтобы вот, да, спасибо. Когда мы начинаем говорить о правах человека, люди, которые стоят на страже безопасности государства, что очень важно. Но вы понимаете, что если мы начинаем увеличивать долю функций, которые обеспечивают безопасность людей, они говорят, тогда права человека надо где-то сузить, потому что расширяя права человека, мы тем самым будем не обеспечивать безопасность государства. С моей точки зрения, надо найти оптимальное соотношение, оптимальное. Нельзя говорить, что безопасность государства можно отдать, так сказать, в угоду того, что права человека будут безграничны. Там написано в Конституции, мы с вами знаем, и Велик Владимирович об этом, собственно говоря, говорил, что твои права, заканчиваются там, где начинаются права другого человека. И, наверное, твои права нужно ограничить там, где начинается разрушение государства. Но разрушение, понимаете, здесь вот с ними говорить непросто. Это зыбкий грамм. Вот поэтому я и говорю, это надо обсуждать обществом. Обязательно. Собственно говоря, и в методике, которую предлагает организация объединенных наций в своей программе, там как раз и написано, то есть нужно понимать, что... Понимаете, вот когда есть соотношение государства и общества, это всегда вот такое соотношение. Чем больше авторитарных государства, тем меньше прав у общества. Но тем сильнее безопасность. Чем больше прав у общества, тем меньше прав у государства. Нет авторитарности. Мы должны найти где-то золотую середину. Это самое сложное. Я с вами абсолютно согласна. Спасибо. Спасибо за вопрос, Александр Ильич. Уважаемые коллеги, я обращаю внимание на то, как работает система усиления звука. Кто будет хотеть выступить, нажимаем на красную кнопочку. Впереди на микрофонах. И затем гасим. Александр Ильич, если возможно, погасите. Нет, нет. А у вас рядом почему? Нет, нет. Вот стой, стой. Да, еще один. И следующий момент. Уважаемые коллеги, перед тем, все практически мы знаем за этим столом, но для стенограммы, пожалуйста, представляйтесь, когда вы берете слово, выступайте. Итак, с вашего позволения я передам слово для выдвижения тезисов и рассуждений нашему коллеге, человеку, который для, собственно, свободы слова, ее нормативно-правового обеспечения сделал довольно много в нашей стране. Это Себенцов Андрей Евгеньевич, кандидат философских наук, действительный государственный советник первого класса. Андрей Евгеньевич, пожалуйста, вам слово. Илья Васильевич, начался с 1648 года. Я хотел бы заодно напомнить, с чего вся заваруха началась. Она началась с того, что некий священник к доверям своего храма приколотил тезисы богословского содержания, после чего возникла переписка с римским папой. Началась война, неоднократно продолжавшаяся. В результате 30-летней войны, непосредственно предшествовавшей Весфальским соглашениям, 70% населения было истреблено в Европе. И экономика разрушена полностью. Так что достались эти самые Весфальские соглашения не так легко. Потом потребовалось еще 300 лет, появился пакт о гражданских политических правах. Потом жизнь еще ускорилась, и мы получили массу различных международных правовых документов, которые зафиксировали практически одно и то же, чуть-чуть другими словами и чуть-чуть с некоторым политическим развитием. Оттуда эти замечательные положения перекочевали в частности и в нашу Конституцию. Ну а тут дальше начались сложности. Когда был принят союзный еще закон о свободе совести, в рабочей группе участвовал, в частности, митрополит Ювеналий. Он так это со вздохом сказал, закон-то хороший, а вот какая линия будет. Мудрый человек, который пожил при нашей, так сказать, при наших всех особенностях, вот серьезную мысль высказали. Да, Владыка Ювеналия. Дальше, что еще мне хотелось, прежде чем некоторые детали углубиться. Мне хотелось бы отметить характерную для нашей жизни систему отношений. Работал я на заводе, был у нас начальник КБ, и я наблюдал такую картину. Начальник КБ звонит начальнику цеха и говорит, ты почему запустил в производство такое-то изделие? Тот говорит, я от вас получил указание. Так ты же видел, что я его подписал синими чернилами, а не красными. То есть вот даже те указания, которые дают высокие начальники, они, как говорится, тоже зависят от цвета чернил. Теперь еще один момент, который тоже полезно учитывать при разработке каких-либо, и планировании каких-либо действий. Он состоит в том, как готовятся документы, ну, допустим, правительства. Правительство начинается, что не разбирается в сути того, что там прислали, направляет проект, поступивший, в то министерство, ведомство, которое в данной сфере является ответственным. То министерство, ведомство готовит теперь свои предложения и докладывает, надо, не надо. Если надо, то вот мы считаем так-то, так-то, после чего правительство и рассматривает идеи и предложения по воплощению. Значит, поручение президента в данном случае упало на неблагодатную почву. Дело в том, что вопросами свободы совести религиозных организаций у нас занимается кто? Вот все на эту тему обычно начинают как-то сидеть потупившие глаза. Занимается ФСБ? Если это кому-то не ясно, то я не знаю, что он вообще видит в окружающей жизни. Как известно, ФСБ, а также все, назову так, аффилированные с ним ведомства, в том числе прокуратура, они находятся в вене президента непосредственно. Правительство к ним имеет весьма опосредственное отношение, но касающееся обеспечения их деятельности, например, так можно сказать. Поэтому те поручения, которые даны исключительно правительству, они вообще рассматриваются, а вообще кто у нас этим будет? Так у нас никого же нет, так а зачем это нужно нам? И вообще никому не нужно. Но в том поручении президента, которое родилось в результате предыдущих работ, там было еще одно поручение. Ну, в такой форме. Кому? Верховному суду? Ну вот. Поэтому, значит, вот, ну тоже, ну вот видите как, одно ведомство вообще правительству не подчиняется, другое вообще не подчиняется почти никому. И очень трудно в таком случае найти ответственно, найти исполнителя. И проблема, вообще вот вся проблема, которая у нас с вами есть, она и состоит в основном в том, кто занимается данной тематикой. Если данной тематикой занимается силовое ведомство, то оно и живет по своим силовым правилам и прилагает их в той сфере, которая у него в лапах. Ну, естественно. Ну, а теперь вот давайте так посмотрим. Приходит молодой человек, получивший подготовку в Академии ФСБ. Его назначают на совершенно неинтересную работу, которая касается религиозных организаций. Значит, он, попав туда, попадает и в систему отношений. Должна быть работа, должны быть оперативные данные, должны быть результаты. Кто-то там в суд должен попасть уже, почему он до сих пор еще не там. Они начинают работать так, как того требует система. Теперь, поскольку это спецорганы, я напоминаю, что такое спец. Что это такое? Это очень просто, что есть команда, есть поручение начальства. Ее надо выполнять. Если удается подобрать закон, который позволяет выполнить эту команду, то действовать в рамках закона. Если нет такого закона, то, значит, действовать так, чтобы обойти существующие законы и добиться того результата, который требует начальство. Есть и третий вариант, который у нас активно воплощается. Если нет закона, который позволяет что-то сделать, то надо его пропихнуть. И такая возможность имеется, и она реализуется на практике. Еще один вариант, мы посмотрели. Еще интерпретация закона. Сейчас, сейчас. Но интерпретация, если есть подходящий закон, то надо его приспособить. Ну, это же интерпретация, это и есть. Вот в чем, так сказать, коренная база тех проблем, с которыми мы бьемся. Значит, страшный вред, на мой взгляд, жизни, принес прекрасный закон о свободе вероисповедания, который запретил создание органов, которые отвечали бы за свободу вероисповедания и взаимодействие с религиозными организациями. Этот закон давно умер, но дух этот как бы где-то сохранился и действует, вот как-то вот он там на третьем, может быть, плане, но действует. Ну, не нужны такие органы, и все. Что такое не нужен? Не нужен, значит, будет другой. Если бы это был Минрегион, и, скажем, там какой-нибудь Журавский был бы руководителем этой организации, то одна ситуация, а если то, что есть, то совершенно другая ситуация, из которой выйти очень сложно. Потому что это связано с перераспределением функций, которые сегодня есть, те, которые есть за силовым блоком, управляемым президентом, и те, которые есть за гражданским блоком, управляемым правительством. Ну, вот, так сказать, первая часть. Я это с вами, можно вообще? Потому что, так, интересного-то много, а времени не так много. Значит, следующий момент, который я хотел отметить, это, значит, вот как раз интерпретация и подгонка законов. У нас, если так посмотреть, то все, что надо, все записано. У нас есть правила, определяющие поведение гражданского государственного служащего и так далее, и так далее. И там все написано, что на первом месяце, что на последнем. Но есть, значит, вот эта самая практика, каким чернилами оно написано, фактические требования, фактические предпочтения и связи между руководителями разных ведомств и теми, кто как бы помолиться Богу должен, чтобы загладить грехи первых. И очень важный вопрос – это фактическое и, так сказать, демонстративное разделение между светскими и религиозными делами. И если в Мосгорсуде у нас с вами стоит часовня, а в старом здании даже конституционного суда было специальное помещение, куда мог пойти судья и помолиться, то мне это представляется ненормальным. Вот если в аэропорту, перед тем, как лечь в самолет, они иногда у нас падают, человек хочет пойти помолиться, там находит мечеть или часовню или еще что-то подходящее. Это одно дело. Да, но это не государство, это там какое-то акционерное общество публичное или еще что-нибудь в этом роде. А вот государство должно в этом плане дистанцироваться. И если этот там большой начальник, судья, прокурор еще где-то сходит в храм вечерочком, то на здоровье. А если он в рабочей обстановке это делает, то не совсем. И вопросы освещения помещений, освещения, допустим, командных пунктов, кораблей и всего прочего. Да, танков. Не будем доходить до каких-то там это ножей уже. Но само по себе это ненормально. Но этого не должно быть. Но оно продолжается. Активно продолжается. Это в том числе и левкие ценностные системы, которые в какой-то активности выявили и продавались. Ну вот я с одним старообрядцем, который капитан первого ранга, беседовал. Он говорит, так с моей точки зрения, если подводную лодку осветили, то ее опоганили. У них свои представители, потому что осветили другой церкви. Ну тут вот и вопросы религиозных предпочтений. Следующий момент, который мне хотелось бы отметить, это вопрос, что такое свобода? Что такое свободно? Когда мы эти законы творили, то мы исходили из того, что свобода, это возможность человека принимать решения без каких-либо консультаций, специальных разрешений и так далее, с органами государственной власти. За государственным вообще. Люди захотели, человек один захотел, он свободно. Он пошел в театр или не пошел в театр. Он поужинал или не поужинал, лег натощак. Он это делает свободно, он ни у кого не спрашивает. Вот что такое свободно с точки зрения философии. У нас постоянно стремятся вот эту свободу скрестить с правом. Право на свободу и право – это принципиально разные вещи. И ограничить. И получается. Я имею право? Я могу? Нет. Страшный удар, прошу прощения всем борцам за изменение девятой статьи закона, состоялся, когда ввели фактическую регистрацию религиозных групп. Что было заложено? Заложено было такое. Люди образуют группу, ни у кого не спрашивая ничего. И делают там, что хотят. И количество у них какое есть. Если они будут в своих действиях выходить в публичную сферу и нарушать законы или еще что-то. Нарушают законы, значит, на общих основаниях совершенно неважно, в религиозной ты группе или в кружке шахматистов. А, значит, если им нужно для своих целей что-то делать наружу, вот они тогда и объявляют о себе. Где? Да прежде всего в муниципалитете, в том месте, где они живут и где их видят, так сказать, ощущают население. И как об облупленных может, в конце концов, судить. Что было сделано? А было сделано, введено обязательное уведомление. И обязательное получение ответа. Что это как нерегистрация? Только это называется уведомление. А на самом деле никакого уведомления здесь нет. Есть фактическая регистрация, без которой вообще ничего дальше дышать нельзя. А если посмотреть на это дело, так сказать, с логикой, которая у нас в государстве существует, то они и собраться-то первоначально не могут для того, чтобы написать это уведомление. Права у них нет такого. Вот замечательная наша система отношений. Ошибка колоссальная тех, кто критиковал эту статью, она как раз то, что надо для нашей страны. Она и содержала. А теперь нет. И придется работать в тех условиях, которые есть. Но к чему я это? К тому, что очевидно, корректировка законодательства нужна. Что в этом законодательстве у нас на сегодня столько замечательных вещей записано, что добавлять туда все хорошее не надо. Но оттуда надо бы, вообще говоря, вычистить некоторые наносы, которые за последнее десятилетие появилось. Без чрезмерной скромности, скажу, что пока я там около правительства был, мне удавалось некоторой глупости тормозить. Ну, последние десять лет мне это никак не удается, но и оно расцвело. Спасибо большое, Андрей Евгеньевич. Значит, вот пока все. Да, я думаю, что эти вопросы будут... Можно я замечание одно сюда к вам, да, к вашему выступлению замечательному, Андрей Евгеньевич? Я вот что, как раз то, о чем мы сейчас дискутировали. Государство, безопасность и общество, свобода, да, Александр Ильич? Вот абсолютно та же история. Я просто как параллель сейчас проведу. Владимир Васильевич провел параллель с митингами, с уведомлениями, разрешениями. Почему-то уведомительный порядок у нас теперь стал разрешительным. Я вам скажу более того, но все вы эту историю знаете с некоммерческими организациями, которые назначаются иностранными агентами. Но, по крайней мере, выживали те некоммерческие организации, которые создавались без создания юридического лица. Вот, например, мой правозащитный совет, соответствующим секретарем Коева я являюсь. Мы еще в седьмом году, когда создавались, как чувствовали? Не надо нам никакого юридического лица. Нет юридического лица, нет счета в банке, невозможно получать иностранные деньги. Ну, не назначите вы нас иностранными агентами. Правильно, сейчас физические лица уже скоро будут иностранными агентами. Нет, еще пока нет первого чтения. Но дождемся, это недолго. Я вот о чем хочу сказать. В недрах Министерства юстиции, которым, похоже, нечем заниматься, кроме как быть большим братом и следить подзорную трубу за всем, что творится в некоммерческом секторе, собственно, в гражданском обществе. Они задумали новую идею. Вот теперь незарегистрированная некоммерческая организация все равно должна отчитываться. Таким образом, три человека, собравшись, там родители, собрали там какой-нибудь, знаете, кружок по пению, детишек туда созвали. Не должны зарегистрироваться, а уведомить, что они создались, и отчет писать, как же они там поют. И когда он, значит, вопрос-то, какой государству в лице Министерства юстиции, я сказала, а зачем это надо? Они говорят, ну а как же так? Государство должно дать, что вы там делаете? Вот та же самая история. Как же это три человека пришли помолиться? А государство должно знать, что вы молитесь, а не чем-то другим занимаетесь? Вот это вот извращение самого смысла тогда деятельности государства. Кто для кого? Мы для государства или государство для нас? Государство – это, так сказать, структура, которую мы нанимаем для того, чтобы нам жилось лучше. А если это государство становится надсмотрщиком, в худшем смысле этого слова, тут я крамольную мысль скажу, нужно ли нам такое государство. Спасибо большое, Наталья Леонидовна, за небольшой комментарий. Уважаемые коллеги, я обращу внимание на специфику обсуждаемого предмета. Понятно, что все права, я процитирую опять же резолюцию, универсальны, неделимы, взаимосвязаны, взаимозависимы, взаимодополняющие. Почему на это обращаю внимание? У нас проблема, которую мы дискутируем, связана с очень специфической сферой – свобода совести. То есть давайте мы будем оставаться вот в этом поле, у нас будут еще возможности для дискуссий. Итак, слово попросил известный человек Владимир Васильевич Ряковский, управляющий партнером Славянского правового центра и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества права человека. Пожалуйста, Владимир. Я бы хотел отметить, на протяжении уже многих, даже уже десятков лет, и практически на всех форумах, в которых участвуют представители религиозных организаций, они сетут на то, что у нас отсутствует государственная политика или отсутствует концепция государственно-церковных или государственно-религиозных, конфессиональных отношений. Я думаю, вчера действительно выступал, наверное, правильно говорить, не отношений, а взаимодействий, но об этом можно спорить. Меня больше в этом теоретическом споре вызывает вопрос, я понимаю, что такое конфессиональные отношения, что такое религиозные отношения, а вот что такое государственные отношения, к которым вступают государства, в отношения, с которым вступают религиозные организации, а что такое государство, с которым вступают взаимоотношения? Это что? Это президент? Это Госдума? Это полицейский? а чаще всего полицейские или та контора, о которой Андрей Евгеньевич говорил, а почему они решили, что они с собой ассоциируют государство? И как Наталья Ленина сказала, государство, что это государство? Это менеджер, это управление. Так отношения с кем? С менеджером? Давайте мы определим эти отношения. Но это вот чисто одно. Я, с другой стороны, хотел отметить, я не помню, кто-то уже еще в 90-х годах поднимался вопрос, сказал, что отсутствие политики, а это тоже политика, когда пущено все на самотек, и вот такая политика, что пущено на самотек, и мы как бы в этом участвуем к стороне наблюдателя. Вот то, что Наталья Ленина в декабре прошлого года на встрече президента подняла вопрос, и президент это поддержал, именно подготовка национального плана чего действий. Что не просто вот код декларации, а действия. Что такое действие? Действие в русском языке это то, что надо делать. И поручение было дано правительству, определенный срок, но странная такая формулировка этого поручения, то, что в случае необходимости рассмотреть вопрос, ну и наше доблестное правительство, в котором мы сегодня пытаемся выстраивать свои отношения, оно что нужно делать? Оно не увидело необходимости. И что делать? Да ничего не делать. Вот. И тогда уже Совет по правам человека проявило инициативу разработки этого плана действий. Вот мы на совместном заседании 16 октября, это заседание двух советов, нашего совета и Совета по взаимодействию определили, что все-таки мы должны тоже принять участие в этом и с тем, чтобы в этом национальном плане действий в области прав человека появился раздел относительно свободы совести. И вот мы уже и обратились для того, чтобы и представители конфессии, и представители общественности внесли свои предложения, как все-таки должен выглядеть этот план. Именно план, опять-таки, можно говорить и концепция, можно так говорить, но самое главное, ключевым словом является план действий. Вот как мне это представляется? Относительно концепции, относительно плана. Ну, прежде всего, это должно быть подтверждение приверженности. И что государство, вот это государство, вот та сторона, вторая сторона договора, оно подтверждает свою приверженность к конституционным ценностям. Вот, по идее, весь план и сложен в Конституции. Даже вот взять 28 статью Конституции, 14 статью Конституции. Вот. И то, что каждый имеет право на свободу совести, свободу вероисповедания. Значит, право исповедовать, право не исповедовать. Подтверждаем мы это? Да, подтверждаем. Приверженность мы этого? Да, приверженность. Значит, имеет право реализовывать совместно или индивидуально. Имеет право иметь убеждения, менять убеждения, имеет право распространять эти убеждения и имеет право действовать в соответствии с убеждениями. Понятно? Мне кажется, очевидно. Поэтому я так думаю, что, наверное, первым пунктом вот этого раздела, который мы намерены готовить, и должно звучать, что мы подтверждаем приверженность этому. И считаем, что государство должно это обеспечивать. И то, что президент, как гарант Конституции, должен именно поддерживать. Что поддерживает? Да не нас поддерживает, а поддерживает, защитить свои конституционные принципы. Дальше. Обязанное государство. 14 статья изложена. Там религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Вот и обеспечить реальное равенство религиозных объединений перед законом. Я понимаю, что сейчас там разные суждения есть, что равенство, оно общественное, равенство для признания не может быть, конечно, между какой-то традиционной массовой организацией и мелкой религиозной группой. Но, опять-таки, мы говорим о равенстве, чем равенство перед законом. И обязательно соблюдение и определение принципов, не принципов, даже пределов государства, вмешательства в действенности религиозного объединения. И то, что называется регулированием. Что такое регулирование? Регулирование вмешательства. Вот, чрезмерно. Вот откуда появилась вот эта миссионерская деятельность? Про это миссионерская деятельность? То есть для того, чтобы говорить о своих убеждениях, распространять свои убеждения, то есть реализовывать свое конституционное право. Мне для этого нужна какая-то справка от кого-то, нужна справка от религиозной организации, что я имею право говорить о вероучении данной религиозной организации. И более того, даже от религиозной группы, там не справка о заведенной печати, а протокол решения общего собрания о том, что я могу заниматься миссионерской деятельностью. Друзья, ну, в Конституции написано, каждый имеет право распространять свои убеждения, действовать с этим. А правда намешательство? Нет, нет. Чем бы они говорили, что, как бы ни говорили того, что вот кто-то заупотребляет, но заупотребляет, это отдельный вопрос. Кто-то мошенник, прикрывается кем-то. Это отдельный вопрос, который имеет абсолютно отдельное свое регулирование. Но мое право гарантировано Конституцией. Государство обязано обеспечить это право. Далее, вот такие вещи абсурдные. Ну, может быть, даже не придаем им особого значения. Вот в статьях об духовном образовании, там, то, что религиозная организация, там, имеет право, там, на образование, имеет право выдавать, там, такие дипломы, соответствующие подтверждения, соответствующие образования, если это, там, относятся к государственному стандарту, там, и к государственному образованию, хотя закон о образовании есть. Но самое интересное, что вот это подтверждение, вот наличие образования имеет, там, дает право этому лицу, владающему этим документам, там, участвовать или занимать какие-то должности в религиозной организации. Боже мой. Ребята, они, не, не, вам не кажется, что вы не туда лезете? Ребята, вы не говорите, пожалуйста, что вы не обрезаете. Ну, почему? Ну, я не покажу. Дальше. Относительно вот порядок создания религиозной организации, то, что в одной местности 10 человек, а почему так решили? А про религиозную группу, Андрей Евгеньевич уже сказал, про религиозную группу. Почему там, кто, мы обязаны регистрировать, давать свое учение, давать свое, где мы чего-то собираемся. Вот, насколько в основном такое регулирование. Вот, и поэтому я считаю, что вот три позиции, которые обязательно должны быть, это подтверждение, приверженностью принципам, которые заложены в 28-й сети Конституции. Это, первое, обеспечение реального равенства и отделение государства от религиозных объединений. Второе. И определение, соблюдение пределов, что подлежит регулированию, а что нет. Что личное, личное, индивидуальное, право каждого, у нас же нет различий. Хотя, там, можно было сходить, между индивидуальным распространением своих убеждений и миссионистской деятельностью. Вот, если я сейчас говорю, вот, самое там, учение баптистов самое правильное, такое-то, я говорю о своих убеждениях, даже, может быть, не являясь последователем того иного верующего, это что, это что, миссионистская, это что, должно регулироваться? Или я должен к Сергею Константиновичу идти и справку от него брать, что я имею право говорить, что баптисты правильно вот это торакуют? Это, вы понимаете, это просто откровенная глупость. Вот, и поэтому то, что в этой плане или в концепции, конечно, мы не можем, пусть из-за того, что там всё там прописать и расписать, но вот основные конструктуальные положения, вот, я считаю, что вот это должно действовать. Я прошу прощения, я правильно ли услышал вот эту вашу идею о том, что сложившаяся система определения объёмов прав сейчас оторвана от человека как носителя культуры и перераспределена в сторону религиозных организаций, которые имеют право санкционировать естественное право. И тогда у нас встаёт проблема ещё и ограничения, формализация, наверное, ограничения каких-то объёмов полномочий у самой религиозной организации по отношению к своему источнику, то есть человеку, который, собственно, и есть источник культуры, который имеет право на выражение своей позиции, свою творческой активности, то есть без справки, которая сейчас есть, например, распространять, то есть заниматься миссионерством просто человек не имеет права. То есть мы получаем... Тут ещё дефиниция, что такое миссионерство, понимаете, это очень важно. Если обратиться к закону, то там признаки миссионерской деятельности, делятся религиозные объединения, лица уполномоченных, религиозные объединения, мы это распространение конкретного вероучения с религиозными, не придерживаются своих увлечений, но это же никто не обращает внимания, в том числе и суды, и когда любая религиозная активность признаётся миссионерской. Получается противоречие на уровне государства и религиозное объединение, и религиозная организация, и их пропорция противоречий ровно такая, как между религиозным объединением религиозной организации и человеком. Не совсем так, я прошу прощения. Давайте про саентологов вспомним. Ой, прошу прощения. Свидетели Иегова, они у меня смешались в голове. Давайте вспомним. Там уже, посмотрите, какая история. Там-то началось всё с чего, что их перевод Библии засчитали как экстремистскую литературу. То, о чём говорит Владимир Васильевич. Потому что они написали там, что их религия самая правильная. Давайте посмотрим у христиан, у католиков, у православных, у католиков, у мусульман. Они все считают свою религию самую правильную. Ну, да и считают, что самая правильная у нас. Естественно. А что же я тогда пойду её исповедовать, если она не самая правильная? Сосчитали. Верховный суд подтвердил. Дальше они продолжали в своих организациях эту Библию читать. Тогда сама организация экстремистская. И признали свидетели Иеговы как экстремистскую организацию. Дальше больше. Я как человек продолжаю веровать и читать эту Библию. Ну, я тогда вообще враг народа. Это уже уголовное преследование. И люди сидят, вот что ужасно. Поэтому вот эта зарегулированность процесса, которая даёт суду абсолютно формально и вроде как в соответствии с законом поступать, ведёт вот к чему. К разрушению. Понимаете? Поэтому это очень важно. Да, да, пожалуйста. Коллеги, я помню, что одно время в наших законотворческих органах была замечательная идея – издать закон об исполнении законов. И эта идея время от времени оживает и умирает. И вот мне кажется, что где-то сейчас прозвучало аналогичное предложение. То есть взять и записать в концепции, что все те обещания, которые мы записали в Конституции, другие прекрасные документы, надо выполнять. Но, но, сейчас нет. Есть другие варианты, всё-таки надо посмотреть с другой стороны. Притом, ещё Владимир Васильевич сказал, будь это концепция или план. Вот мне кажется, что между концепцией и планом есть весьма принципиальная разница, потому что концепция действий, там действий самих-то и нет. Там, говорят, что надо делать для того, чтобы добиться чего-то. А сами действия – это нечто реальное. Ну, например, с чего начались все эти замечательные гонения на свидетелей ИГО, где они проявились? Они ярко проявились лет 10 назад, когда в Челябинске, что ли, уполномоченные по правам человека в сопровождении полковника внутренней этой самой службы пришли и разогнали собрание свидетелей ИГО, да ещё и глухонемые, к тому же. И если бы в соответствии со 148-й статьёю Уголовного кодекса на 150 тысяч эту уважаемую даму оштрафовали, всем бы всё было понятно. И больше бы подобных случаев, по всей видимости, не было. Это действие. Ну, а почему бы, собственно говоря, не предложить прокуратуре проверить хотя бы последние нарушения прав человека и возможности, так сказать, адекватного реагирования государства в соответствии с Уголовным кодексом. Причём, значит, дальше углубляюсь в это, значит, учитывая реальную ситуацию, вполне можно штрафануть на эти 300 тысяч, а потом премию выписать 300 тысяч. Вполне можно. Но обозначить нужно, действие нужно, а не рассуждение о том, что мы должны выполнять ранее принятые на себя обязательства. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы фиксируем ещё одну составляющую. Это подходы и традиции, которые формируются в обществе, в том числе и правовые традиции, которые формируются. Я вновь вернусь к уже резолюции, которую сегодня озвучивали, 21 дробь 3 поощрения прав человека, и там, где идёт акцентуация на традиционные ценности. Так вот, Российская Федерация подписала, то есть ратифицировала эту резолюцию. Когда мы говорим, то есть просто смотрим, представили ли страны, которые подписали подобную резолюцию, то есть исполняют ли они полученные или принятые на себя обязательства. Позиции и доклады представили. Если позволите, я зачту, какие страны. ЕС в целом, Беларусь, Босния и Горцеговина, Гватемала, Гондурас, Индонезия, Ирак, Маврикий, Оман, Катар, Сербия, Испания, Шри-Ланка, Сирия, Узбекистан. Когда мы анализируем анализ, проведённый в национальных государствах по подходу к пониманию традиционных ценностей, помните, да, то есть мы уже обратили на это внимание, их три и то, как они расширяются и интерпретируются. Так вот, в этих анализах все без исключения государства апеллируют к существующей традиции в сфере государственно-религиозных отношений или же государственно-конфессиональных отношений. Они анализируют ту практику, которая сложилась, и складывается ощущение, что исключительно в сфере госрелигиозных отношений. Вопрос, а почему не в этнокультурных, например, не в языковых, да, в политиках по обеспечению языков национальных, государственных и так дальше. И так мы видим особый уклон, да, то есть вот вектор, связанный с обеспечением ценностей идеократической сферы, то есть того, что маркирует государственное и идеологическое, и потом мы выходим на поддержание системы с ее принципами, то есть принципами организации, подтверждением того, что является базовыми, фундаментальными ценностями и какие они. И вот если мы заметим вот этот вектор, оказывается, что главными в ряду систем ценностей оказываются первичными религиозные. Затем идеологические государственные и пошли дальше. Так вот, Российская Федерация, которая приняла, да, то есть подписала эту резолюцию, голосовала по ней, единственная, которая демонстрирует пока неопределенность. Свой доклад, свою позицию, как она будет понимать традиционные ценности, не представила. Вопрос, почему? Понятно, что случившееся, если мы опять возвращаемся к проблеме суверена, понимание основ суверена, то, как мы выстраиваем свой, ну и понимаем историю генез в этой части, филу генез и то, что связано с онтогенезом, то есть вот как обеспечиваются высшие ценности, мы столкнулись с очень серьезной проблемой. Действия в религиозной сфере. Для нас всех понятно, что такое традиционные религиозные культуры, которые сформировали и культуру, и государство, которое является культурой государства образующими. Но то, что случилось совсем недавно в удостоверении суверена, когда был выдан Томас украинской православной церкви и зафиксировано, по сути, разрыв исторической ткани, по той простой причине, что русская православная церковь получила некоторый зазор в своем историо-генезе, потому что в единой традиции духовной, религиозной появилась возможность для суверенизации этнокультурной как этно-религиозной составляющей у одного из главных акторов в этой сфере. И поэтому, например, то, что тот вопрос, который в марте месяце инициировал Владислав Сурков, поставил проблему понимания историко-культурного процесса, историко-идеологического процесса, как мы будем понимать единство, то есть нашего исторического прошлого и то, как мы будем определяться в перспективе будущего. Он предложил, как вы помните, идею путинизма, ну это вот политическая, которая опирается на глубинный народ, то есть идею, концепт глубинного народа и тех ценностей, которые вырастают из глубины, мы, конечно, апеллируем к историческому прошлому, ко всем формообразованиям, которые есть, прогнозируя, а что будет в будущем. И если вы позволите, я воспользуюсь тем, что за этим столом сидит человек, который много так же лет наблюдает за вот, собственно, этой сферой, это наш уважаемый Александр Ильич, председатель Совета Российской ассоциации религиозных свобод. Ваша организация, Александр Ильич, пожалуй, единственная на сегодняшний день, готовит обзорные доклады, да, и уже несколько лет вы их презентуете. Вот этот опыт, понятно, что вы являетесь ласточкой, и мы сейчас вот на этом форуме вчера, например, обсуждали и говорили о том, что чрезвычайно важно иметь вот такие обзоры. И эти обзоры, конечно, было бы целесообразно иметь от каждой религиозной традиции, которая отнесена к традиционным религиям, так и новым, да, то есть вот посмотреть. Вот с учетом вашего опыта, когда вы ставили проблемы в рамках организации, да, то есть готовить вот такие обзоры, понятно, что вы смотрели и на международные опыты, да, то есть как, кто. Вот ваше ощущение, вот если пытаться в рамках этого круглого стола, той темы, которая объявлена, да, подготовки концепции с учетом исторического прошлого и вызовов, которые имеются. Вот как бы вы оценили, вот как сами вызовы, так и инструменты, к чему мы готовы, что ожидать, какие задачи ставить? Спасибо. Я подробно на эту тему просто не готов говорить, но я хотел бы сказать, что наши обзоры, в общем-то, во многом еще опираются на зарубежные публикации, на анализ, у нас есть специальные люди, понимаете, да, то есть это страновые доклады смотрят, да, поэтому это и больше они материалы получают не от самих конфессий, как раз, а вот на основе аналитических материалов, которые публикуются в открытой печати, даже какими-то закрытыми источними, вы же понимаете, мы не можем пользоваться, так что эту работу мы будем продолжать. А вот подход, понятно, что, опять же, это установки на свободу, то есть открытую информацию, понятно, что это аналитика, но для обеспечения аналитики, она не важна в проблемах категоризации. Можно выстраивать, опираться на философско-методологическом в случае, а можно и стоять, ну, то есть идти по линии опасными, например, правовое или же другой подход, политологический или культурологический, которые просто причины, что все инвегрированы, они все-таки остаются в рамках идеологии, пусть даже и неформализованы, в стране, да, и по сути, концепции, например, развития государственной религией. Ну, подход изначально у нас был чисто страновой. Мы брали каждую страну и, в общем-то, делали анализ. И иногда, я буду прямо говорить, что это была определенная отповедь докладом Госдепа США по принципу «сам дурак», понимаете, да, что вы нас критикуете, ну, и у нас есть что сказать о вас. В этом году мы уже стратегию поменяли, и у нас он доклад больше не страновой, а именно защита вот ценностей, ну, с региональным. То есть мы все-таки больше уже, ну, не то, что берем страну, да, 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 а вот, так сказать, да, вот концепция вот такая изменилась. Скажите, пожалуйста, а вот ценности есть? Можете, кстати, перечислить те ценности, о которых идет речь? Ну, ценности, вы об этом говорили, в общем-то, нет ведь такого ни какого-то синтетического документа, где бы они изложены. Ну, понятно, что эти ценности есть и в священном писании и так далее, не уби, не укради, и так далее. Поэтому существуют семейные ценности, нравственные, понимаете, мы выступаем, ну, так сказать... То есть о них вы говорите? Да, конечно, да, да, традиционно. Именно вот... Особенность оказывается, что... Потому что у нас все-таки обзор-то в религиозной сфере и те ценности, которые присущи традиционным конфессиям. То есть, по сути, мы можем сейчас, и на этом завершим вот эту первую часть нашего круглого стола, зафиксировать некоторые противоречия, в том числе даже фундаментального порядка, противоречия в том, как мы понимаем ценности. То есть ценности, которые декларируются в этой сфере как ценности, я их повторю, достоинство, свобода, ответственность у нас, оказывается, входят в некоторое противоречие с тем, что мы понимаем в нашей национальной культуре с самими ценностями, да, то есть как отраслевыми. И я обращу внимание на специфику ограничения, которая опять-таки дана, уважаемые коллеги, обратите на это внимание, в статье 19 пакта о том, что гражданских, да, и политических правах, где, да, ну, это комплекс, да, речь идет о том, что ограничения национальных государств не могут быть положены в правовую основу, апелляция к тому, что какая-то национальная традиция имеет какую-то особенность в той или иной системе ценностей, не может выставляться как оправдание ограничения фундаментальных прав. И это одна из проблем, которую нам нужно будет каким-то образом разрешать, если мы апеллируем к разного вида фундаментальным ценностям. Я боюсь, что Российская Федерация вряд ли готова после подписания и пакта и инициирования ряда резолюций так уж категорично заявлять, что ее фундаментальные права опираются на несколько иную систему ценностей. И если позволите, мы сделаем сейчас перерыв на полчаса подкрепиться, передохнуть, ну и приступим дальше к дискутированию проблемы. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, просьба присаживаться, мы буквально через 2-3 минуты начинаем работу до второй части нашего круглого стола. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, мы приступаем к работе второй части нашего круглого стола. Тема дискуссии по теме «Национальный план действий в области прав человека. Вопросы свободы совести». У меня просьба, поскольку перерыв завершен, погасите ваши телефоны, чтобы они не мешали работе. Спасибо. И, если позволите, несколько тезисов для начала. Сегодня прошла информация довольно специфическая, поскольку мы обсуждаем и примеры с широким межотраслевым захватом. Я обращу на нее внимание специально. Президент Сбербанка Герман Греф, комментируя ситуацию, которая сложилась в этом большом ведомстве, какое-то время назад были утечки баз данных. Расследование, как мы понимаем, было проведено, и Греф, оценивая общую ситуацию, высказывает следующее. Утечка была проведена высококвалифицированным специалистом, выпускником авторитетных школ. И он позволил себе формулу в результате внутреннего предательства. Понятно, что это оценочное суждение. Понятно, что оно строится, и вот эти оценочные суждения связаны как раз с тем, как работают категории. Как они поддерживают ту или иную систему ценностных установок. Когда мы смотрим на подобные реакции, спасибо большое, Андрей Евгеньевич, за вот те яркие примеры, да, то есть избирательности в подходах, да, то, что мы можем говорить о каких-то вкусовых элементах, элементах самосохранения в системе, да, когда люди принимают какой-то выбор. Сейчас в обществе дискутируется еще одна сложнейшая проблема – насилия. Физического насилия, нравственного насилия, идеологического давления. И все это скрывается за некой системой критериев, выборов. И мы говорим что-то традиционно, чего-то нетрадиционно. Мы можем зафиксировать особое состояние в обществе. Запрос на мораль в обществе крайне высок. Вопрос только, каким образом будет это обеспечиваться. То, что общество алчит в широком смысле морали и повсеместно наталкивается на ханжество, пошлость и откровенную бессовестность – это очевидно. Поэтому столь серьезные моменты и вот этой активности. Сегодня мы много видели вот этих вот примеров, да, и звучало. Пикеты одиночные и общественные. Исповедание систем ценностей естественное, как естественные права, потому что они мировоззренческие. Но всякая мировоззренческая определенность формируется согласно Кодексу о семье в недрах семьи. И это базовая ячейка общества. И об этом нам напоминает Декларация политических прав, прополитических гражданских прав. То, как мы относимся к семье, традиционным формам семьи, то, как мы регулируем эти отношения, формализуем через договоры или же в другой форме, без договоров. Все вот эти тенденции, приемлемого или неприемлемого, это наша попытка сегодня быть общим в векторе или в этот международном векторе, или же в эти векторы предлагать какие-то свои уникальные опыты. Председатель комиссии, профильной комиссии общественной палаты, профессор Дискин, и в прошлом году, и в этом году неоднократно обращал внимание на то, что в обществе созрела потребность говорить принципиально, честно и открыто, обозначать проблему нравственного выбора. Потому что если мы это не будем делать, мы потеряем общество, мы потеряем источник вдохновения к тому, что есть человек. Религиозные традиции нам об этом напоминают. И вот это у них фундаментальное, значимое, потому что эти традиции уникальны по отношению к остальным другим типам и идентификации, и систем ценностей. И если вы позволите, мы тогда с учетом опыта разговора в первой половине дня обсудим, как и предлагал Владимир Васильевич, о чем говорила Наталья Леонидовна, в рамках подходов к тому определенности плана, то есть концепции плана. Если вы позволите, завершая сегодня в этой второй частью открытую дискуссию, было бы, наверное, правильно услышать от участника ваши позиции. И дело даже не в том, что мы можем сейчас быть крайне определены, какие-то рекомендации уже дать. Важно обменяться мнениями, широко обменяться с учетом ваших отраслевых опытов, вызовов. Здесь пишется материал, он будет снят в стенограмме, будет обобщен. Поэтому, уважаемые коллеги, вот с учетом вашего опыта было бы приятно услышать самое разное мнение и позиции. Как вы считаете? Пожалуйста. Прошу прощения, можно я с вами пополемизирую? Я прошу прощения. Потому что вы говорили о нравственных и моральных принципах, это важно. Но надо говорить о том, что у нас есть так называемые скрепы, которые с моей точки достаточно серьезно устарели. И новые вызовы. И когда общество сталкивается с церковной моралью, которая с моей точки зрения устарела, и это очень серьезный вызов как для общества, так и для церкви, в широком смысле этого слова. Приведу пример из недавней практики. Сейчас дебатируется закон, еще до Государственной Думы не добежал, но вот мы им занимаемся уже, наверное, не первые десятилетия. Закон о противодействии домашнему насилию, о профилактике домашнего насилия. Этот законопроект очень серьезен. Но церковь говорит, не вмешивайтесь в семью. Бьет, значит, любит. Пускай сами разбираются. И заканчивается это жуткими случаями. С разрубанием, с отрубанием, с умерщвлением. И полиции нет рычагов без этого закона. У нас вчера я была как раз на телевидении петербургском, мы дебатировали эту тему. Значит, моя позиция, поскольку я один из авторов этого закона, в данном случае государство обязано вмешиваться. А позиция другая, так сказать, консервативная, ни в коем случае. Эта позиция была тоже вчера озвучена. Поэтому с моей точки зрения нужно сейчас понять, есть изменения, в том числе в обществе, по отношению к женщине. Вы вспомните, я еще в своей юности помню брошенка, разведенка, без мужа родила, полный позор. Вы посмотрите, как изменилась мораль. То есть, с моей точки зрения, она меняется, и нам надо к этому обращаться, это открыто обсуждать, ну и что-то тут регулировать законом. Спасибо большое. Вчера, кто за выступающих, Айра Киркора и Наталья Леонидова, сейчас сказали о том, что некоторые религиозные организации считают, что насилие приемлемо. Ни одна религиозная организация об этом никогда не говорит и никогда не заявляла. И то, что нельзя ассоциировать, 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 да, он считает так. Другие какие-то фундаменталисты, будь христианские, православные, будь там Смирнов, может сказать, Дмитрий, может какие-то исламские, сказать, но в учении одной церкви, наоборот, взять христианство. Что обращайтесь с женой, мужья, обращайтесь с женой, как немощными сосудами. Вот нигде не написано в Писании о том, что бьет и любит. Поэтому, а то, что бывает такое, что вот надо, нужно, в страхе нужно, тот у вас, да, но это нельзя ассоциировать, что это учение церкви, и то ли иное, и ислам, и мусульман, или христиан. А то, что фундаменталисты безумцы, я бы сказал, безумцы это есть, но это не учение церкви, это не церковь. Значит, церковь об этом должна вслух говорить. То, что должна, в этом сказано, и осудить, да, должна, обязательно. Я тоже подводу реплику, я говорю, я не знаю, не вижу, и ко мне пришли. Пожалуйста, мне дамик на фоне. У меня поделок. Гражданско-правовое спор. Пчелинство, Анатолий Васильевич. В рамках гражданско-правового спора одним из свидетелей был сотрудник полиции. Он ко мне подходит, когда я узнал, что главный редактор журнала «Религия и права», говорит, слушай, Анатолий Васильевич, а почему православная церковь допускает насилие в семье? Я говорю, что вы это взяли? Он говорит, у нас сейчас такое громкое дело. Священник постоянно избивал детей, жену. Так, говорит, нам не давали возбудить дело. Он говорит, мы все-таки добились, возбудили уголовное дело, и это дело такое, сейчас оно освещается широко везде. Я говорю, ну правильно, если он насильник, если он преступник, он должен нести за это ответственность. Но противодействие этому было очень серьёзное. Уважаемые коллеги, Алибек Кузденов, советник главы Карачаевской республики, наверное, единственный представитель исполнительной власти действующей на площадке. Хочу сказать несколько вещей по поводу домашнего насилия, по поводу отношения религии. По крайней мере, в мусульманских регионах, там, где развиты мусульмансы, живут люди, исповедующие эту религию, люди пытаются оправдать своё насилие через религию, на самом деле оно больше связано с каким-то устоями. В исламе это всё очень строго пресекается, в традиционном исламе. Что касается плана действий, есть несколько мыслей. У нас, кроме правительства и органов принуждения, правоохранительных органов, есть ещё и администрация. Вчера на примере своего региона я рассказал о том, что политическим регулированием, а не правовым, можно достигнуть решения очень многих проблем в плане отношения государства и религии. И если в плане действий мы отметим, что отдельные вопросы, тем более те вопросы, которые касаются безопасности, государственной безопасности, которым всё время ссылаются органы безопасности и пытаются вмешаться в эти вопросы, если мы передадим это в компетенцию региональных органов власти, регионов, то они путём диалога с местными общинами, политического регулирования, я думаю, что смогут решить очень многие вопросы, снять их. Органы безопасности, они не могут контролировать в полной мере региональные органы власти, потому что и те, и другие так или иначе работают с администрацией президента. То есть администрация президента на самом деле может в данном случае выступить таким хорошим регулятором. Остановить тех и не допустить этих, скажем так. Что касается правительства, правительство больше занято реализацией бюджета, и очень важно, чтобы как раз там выступал орган, который к бюджету отношений не имеет. Потом, есть у нас такая граница, когда от конкретно межличностных отношений нарушение прав переходит в статус нарушения прав государства или общества. И свидетели Иеговы, допустим, когда они подходили на вокзале, там в 3-4, ко мне тоже они подходили, это было неприятно, потому что очень как бы настырно они это делали. И пытались там навязать беседу какую-то несколько раз, там их выгоняли, опять подходили. Это отношения межличностные. И если на тот момент я там вызову сотрудника полиции, он не мог к нему применить никаких мер, не мог его от меня отвезти и так далее, то есть все было плохо. Мы все это, этот момент мы упустили, и когда уже они надоели там сильно, я условно выражаюсь, чтобы вы понимали, у меня нет никакого там субъективного оценки в деятельности, тогда мы уже там начались применяться меры, которые привели к тому, что их запретили в принципе, по тем и или иным причинам. То же самое касается других общин, и зачастую есть такая психологическая граница, за которой начинается участие государства, чрезмерное участие государства. Какова эта граница? То есть если, допустим, в здании работает какое-то количество православных, какое-то количество баптистов, какое-то количество мусульман, и всем им необходимо иметь какую-то комнату, где они могли бы пойти помолиться. Можно предоставить эту комнату? Можно предоставить. Православный приходит, там, свечку поставил, там, иконки принес, помолился, ушел. Мусульмане принес, там, коврик поселил, помолился, ушел. Ну, все он уносит с собой. Баптист пришел, помолился, ушел и так далее. Можем сделать. Хорошо, если органы власти, там, или те же судьи будут верующими людьми, имеющие какую-то совесть определенную. То есть мы всегда говорим о том, что верующие имеют более высокий нравственный порог какой-то. Уровень чувствительности. Хорошо, если судья верующий, конечно, хорошо. Хочет он помолиться. А может быть и крайне негативно, потому что мужчина тогда оказывает, это не мотивация? Ну, это уже, там, нужно оценивать каждый случай отдельно. Можем позволить ему помолиться в кабинете у себя? Можем позволить. Ну, вешать иконы, там, допустим, в зале заседания, да, и там, где приходят люди к нему, ну, наверное, это уже неправильно. Это уже нарушение прав других людей, которые, возможно, во время заседания тоже хотят помолить. Свобода эта не есть тогда, когда мы запрещаем все в принципе. То есть надо просто создать условия, при которых все будут равны. И поэтому я не всегда согласен с Воронцовым, не во всем согласен. И не нужно, наверное, пытаться законодательно, на федеральном уровне все это как-то установить. Нужно просто определить какие-то границы, за которыми начинает ответственность регионов, а, может быть, даже муниципалитетов. И тогда мы... Разделение полномочий, компетенции, да, да. Потому что, когда мы говорим о государственной безопасности, да, это понятие очень широкое, но регионы имеют возможность регулировать и в том числе договариваться там на месте с органами ФСБ, там и другими органами власти. И в том числе при разделении полномочий, связанных с диагностической сферой. Да. Такими элементами, где государство, в том числе, определяет, выявляет, выявляет, в том числе, ценностных установок, да, то есть и полномочий. И если мы говорим о том, что государство в целом анализует, да, то есть, да, через систему, а вот какую-то доступ, то, наверное, и стоит анализовать разделение своих компетенций и полномочий, в том числе территориально, да. Нет, не только территориально, а, собственно, что в духовно-религиозной сфере или в духовно-религиозной сфере, ну, как он говорит, что дел обеспечивается на федеральном уровне, на региональном, с учетом централизации религиозных организаций, да, что в полномочии, да, то есть, ну, что там структуры собственного человека. То есть каждый регион, с учетом своих особенностей, с учетом анализа ситуации конкретно на месте, может законодательно у себя разработать какой-то закон нормативный, который не будет противоречить федеральному закону и тем самым регулировать, как бы, все свои отношения. Они и сейчас есть. Не совсем есть. Вот Альбек Аскерович, правильно? Альбек Аскерович очень важную тему поднял. В Конституции Российской Федерации есть две статьи, которые определяют разделение полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. Статья 71 говорит об исключительных полномочиях Российской Федерации, а статья 72 говорит о совместных полномочиях Российской Федерации, ведения совместные, совместные полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Там ни слова не говорится о религиозных концептах, о которых вы сейчас говорите. Вообще об этом нет в Конституции ни слова. Там есть 14-28 статья о свободе вероисповедания, о разделении полномочий. В основном видении, реализация прав человека согласна, но не вся. Гражданский кодекс защищает права человека, защищает его имущественные права, относится исключительно к Российской Федерации. Уголовный кодекс защищает права человека, защищает в этой сфере исключительно к полномочиям Российской Федерации. Все не совсем так. Вот я абсолютно с чем согласна? У нас федеративное государство потихоньку превращается в унитарное. Чем больше полномочий, не де юра, а де факто, перетекает на уровне Российской Федерации, тем в меньшими полномочиями пользуются субъекты. Я абсолютно согласна, у нас очень разные субъекты. Но мы с советом, ну пока был у нас начальник Михаил Александрович Федотов, мы объездили пол-России, по субъектам ездили, обстановка абсолютно разная, мы разные. С моей точки зрения, вы абсолютно правы. Надо передавать больше полномочий, больше, так сказать, возможностей на субъекты Российской Федерации, потому что мы разные. Вот посмотрите, что в результате получается. Возьмем Чеченскую Республику. Республика у нас, она особая. Там практически Конституция Российской Федерации не действует. Как это согласовать? Ну, например, там практически введено многожелство, не знаю, как в вашей стране, мы неоднократно к этому вопросу возвращались. Понимаете? То есть здесь нужно садиться и разбираться. Конечно, Конституцию мы не поправим, но у нас, например, был 22-й закон, ФЗ, который вступил в действие 1 января 2005 года, который во многих вещах разделил компетенции, но в основном в социальной сфере. А как в смысле прав человека? Это очень серьезный вопрос. Очень хорошо, что вы его подняли. Об этом обязательно надо думать. Спасибо вам большое. И еще хотелось отметить, что вот та граница, за которой начинается коллективная нужда категории какой-то граждан, она тоже должна быть, наверное, определена. Если мы говорим о том, что там 10% граждан, проживающих на территории, хотят раз в неделю собираться, в одном месте молиться, мы должны им обеспечить или не должны обеспечить? А если их 3,5%, это должны? Вот. Получается, что один, если победили, вы помните, а если 10 человек правильных, а если 5? По сути, один. Потому что он есть принцип. С точки зрения принципов, да. Но с точки зрения организации государственной работы, то есть надо все это прописать, чтобы мы четко понимали, где мы можем позволить, а где нет. И манипуляции, в том числе и со стороны организации не было. Я тоже хочу сказать, Олег Бекаскерович, тут ситуация очень непростая. Вы, наверное, как мусульманин знаете, какая у нас была в Петербурге, так сказать, батух, извините за такое новое слово, между жителями города и частью жителей года мусульманами. У нас есть очень красивая мечеть, вы, наверное, знаете, но она маленькая. И вот в самый большой ваш праздник там перекрыли все вокруг, люди не могли на работу попасть и валились просто на улице на ковриках. Это-то бы еще ничего. А почему-то стали резать еще и баранов там. И это было, понимаете, ну да, ну да. Я не знаю, это положено в праздник, я не очень знаю Коран. Не обязательно делать это на улице. Ну вот мне тоже так. Я просто к чему? Вот вы подняли этот вопрос, и это очень важный вопрос, в том числе и в, как это сказать, в содружестве различных конфессий. Они должны дружить между собой. Вот как это, это тоже очень тонкий вопрос. Перекрывает, перекрывает движение, потому что действительно нет места. Москва, сколько в основном в Москве? Четыре мечеть только есть. Правильно это? Ну я вам хочу сказать, что, допустим, у нас в Черкесске в православные праздники перекрывают не только те улицы, на которых физически находятся люди, но и все соседние там. Да я бы вчера не мог домой приехать, пока я наехал. Ничего. День рождения. 73 года. Не только, да. То есть, патриархи. Я там живу, там в Супереке было. Нет, но если мы сейчас вот об этом, да, особенностях. Вот эти бараны. Вот, например, многое, довольно большое количество веток Московского университета было парализовано, потому что президент был на открытии вот, ну, одной из запускаемой ветки. Понятно, что есть какие-то регламенты. Я вложу. Да, так не знаю. Ну и патриарх один, и всякий человек, он один. Проблема, наверное, функционалов, там еще чего-то. А вы знаете, я ехала, не перекрыли улицы Москвы. Вот я думаю, почему. По выделенной полосе может ехать только один человек. Это премьер-министр. Все. Больше никто. Остальное спецслужбы, скорая помощь, полиция. А еще и только один человек. У нас... Я хочу... Так вот. Да. Я прожил восемь лет в Санкт-Петербурге, и за восемь лет я встретил только одного человека, который знал, кто такие карачаевцы. Я сам карачаевец. Нет, я с вами, к сожалению, тогда знаком не был. Так вот, у нас в Черкесске никто не жалуется на то, что перекрывают дорогу, хотя даже на ней там людей нет. В тот момент, когда проходят православные праздники. Но в Санкт-Петербурге почему-то жалуются даже на человека, который физически стоит и молится, то есть делает то, что ему на самом деле необходимо. Я думаю, что это просто вот надо было организовать нормально, вы правильно говорите, и разъяснить людям. Ну, разъяснить. Ну и баранов не надо, больше не режут. Я вам... Я хотел обратить внимание на один сюжет, но ладно, скажу в общем. Это то, что можно также внести в план действий. Сериал называется «Демоны или демон». Сейчас идет по каналу «Медиастар» или «Стармедиа». Не смотрю телевизор особо. Случайно увидел этот сюжет в гостях. Там один человек, один герой подходит к священнослужителю, к священнику православному и говорит, вот у нас там был такой-то, такой-то. Не вспомнил. Нет, не вспомнил имя. Вот он там в свое время его вынудили принять мусульманство. Он умер. Могу ли я за него поставить свечку? Тот говорит, нет, не можем. Он там такой-то. В общем, очень долго рад. Ну, там, конечно, не было какого-то оскорбительного, ничего, да. Но я считаю, что мы неподготовленному российскому гражданину такие вещи показать не должны. Потому что, а, там, насильственно заставить человека индивидуально принять ислам невозможно. Кроме того, что он сказал, что он принял ислам, да, есть еще там порядок некоторых действий, которые он должен регулярно совершать, чтобы подтверждать, что он является мусульманином. и коллективно, да, там уже другая, то есть политическое влияние какое-то, постепенно там что-то может быть. Б, даже если нельзя, ну, зачем об этом рассказывать, делать такой, какой-то акцент, там, в средствах массовой информации на такую вещь, да, которая может стать провокацией реально. И это на каждом шагу. Довольно сложная история апеллировать к тому, что общество еще в младенческом состоянии, чему-то оно не готово, да, не созрело, поэтому давайте мы будем ограничивать. Это неестественная дискриминационная норма, а так мы доходим довольно далеко. Или, с одной стороны, к религиозации каких-то процессов, а с другой стороны, к политизации религии, да, то есть это вот всегда противоположные вот какие-то стороны. Поэтому и выделены, наверное, фундаментальные права для того, чтобы от них, да, спускать какие-то веточки и учитывать особенности общества, их этнокультурные, да, то есть специфику, историко-политическую специфику, как они вырабатывают в своей истории те или иные инструменты, то есть категории, с помощью которых они могут описать и быть понятным вот в таких, в нескольких видах процессов. И таких процессов у нас, в принципе, не очень много. Социально-политические процессы, этнокультурные процессы, и, безусловно, спецификация, религиозные процессы. Коллеги, у вас уже приближаетесь к концу или же еще чего-то? Потому что я хотел… Мы все время его перебиваем договорить, а потом… Ну, потому что важная тема. Я хотел бы еще вот в продолжении вот ваших разговоров у нас за столом один из очень крупных религиоведов-социологов, Смирнов Михаил Юрьевич, присутствует. Давайте договорим. может потом, Михаил Юрьевич, если вам передать слово, то есть для каких-то предложений. Можно? Спасибо. Как инструмент решения, то есть частичного решения этой проблемы. Есть произведения, которые финансируются из фонда кино, то есть из бюджета Российской Федерации. Мы можем прописать, чтобы всякие произведения, которые выпускаются государством, они проходили экспертизу в комитете. государственные цензуру. А тут что ограничивает все права, я сегодня говорил об этом, о творческих началах, которые с цензурами. Нет, если человек за свои деньги что-то делает, да, а если мы государственные деньги направляем на то, что нарушает... Государственную цензуру, мы только-только от нее ушли, как-то бы не хотелось к ней возвращаться. Здесь более тонкий момент. Людей надо просвещать, чтобы они отличали черное от белое, иначе другого-то невозможно, мы же не можем, как сейчас, пытаются, ну, до анекдота, да, кинофильм идет и задымляют, вот, затушевывают человека с сигаретой, ну, не смешно ли? Ну, то есть, дошли уже до какого-то маразма в этом смысле, поэтому... буквально я так разъезжу обстановку. Не надо, я почему? Обстановку разъезжу. Буквально вчера ребенку включил там мультик, поставленную эту песню, помните, еще с детства жилу, был у бабушки синий козлик, вот как волк. И чем он заканчивался? Остались от козлика рожки до ножки, да? Здесь другой текст. В общем, козерок пошел, в лес, волки напали, бабушка взяла метлу и пришла в лес, продала волков и козлика домой везла. Отлично. И Анну Каренину переписать надо. Тут, тут, действительно, вот, я уже, ладно, там, работе-ка балду уже снимает везде, но все-таки даже Ленин плакал под эту песню, под козликом плакал. Ей уже там не одна сотня лет. А теперь же наши дети учат другой текст. И есть третий вариант. Возьмем опыт Соединенных Штатов Америки, да? Где они регламентируют, что если мы в фильме показываем такое-то количество белых, должны показывать такое-то количество черных. Если мы говорим, в некоторых штатах есть такое, если мы говорим о том, что там здесь мы показываем негативного героя черного, то рядом должны показать позитивного героя черного. Это не цузора, это можно себе позволить. в фильме это давно уже после десятилетия требований по-своему правенству. Все государственные соблюдают все эти паритеты. Вильям Владимирович, за этим столом никакого гендерного равенства нет. особенности профессионального производства или еще чего. Поэтому понятно, что это проблема. То есть, как возникают опять же и формирования культурных норм отношения к стереотипам. Простите, да? Все, спасибо, я закончил. Осталось 50 минут. у меня был такой случай, когда я затронул тему платков. На национальном форуме было 20 тысяч комментариев. это все письменно. Здесь мы хотя бы разговариваем, там все это писали. Все, я закончил. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я хотел бы представить Михаила Юрьевича Смирновым, заведующего кафедрой религиоведения Ленинградского государственного университета имени Пушкина до Санкт-Петербурга. Один из крупнейших наших религиоведческих центров северо-запада. Спасибо, Юрий Владимирович. Я, правда, заведую кафедрой философии, но религией, видимо, занимаюсь действительно. Вот, коллеги, у нас все-таки тема национальный план действия в области прав человека, хотя я понимаю, что формат нынешнего форума предполагает акцент на религиозной тематике, и тут, тем не менее, как уточняющий, задовоеточим вопросы свободы совести. Свобода совести, как сегодня уже звучало не раз, это не только право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, но и право не исповедовать религию. Это также еще и право свободно выбирать, иметь и распространять не только религиозные, но и иные убеждения. Иначе, внимание, если мы внимание, на религиозном компоненте, то тогда общество у нас, получается, состоит из верующих и всех остальных. Это все равно, что сказать, что общество состоит из участников этого круглого стола и всех остальных. Это, наверное, будет не совсем правильно или совсем неправильно. тем более, что я вчера пытался это на вчерашнем заседании как-то высказать, тем более, что на самом-то деле мы не очень хорошо точно можем сформулировать, что такое верующий. Я думаю, что любое здесь присутствующее имеет свое понимание, что это такое, какое-то внутреннее, интуитивное или осознанное. Но вот если вы эту формулировку попробуете облечь, то мы увидим, как мы по-разному будем это все называть. При этом у нас не существует юридического понятия или юридического описания понятия верующих. Ни в одном документе государственном не существует, правовом документе. А само понятие существует в этих документах. Там вот статья 148.1, там она такие санкции предполагает за оскорбление религиозных чувств верующих. Непонятно на самом деле кого. Значит, вот по поводу того, что такое акцентирование на теме религии и верующих, у меня всегда это вызывает некоторое смущение. Я понимаю, все-таки я религиовед действительно, ту роль, которую религия играла и играет и в истории, и в современности, но я вот не готов согласиться с, скажем, с Филимом Владимировичем в том, что религия задает базовые ценности. С моей точки зрения, извините, но у меня такое образование философское, я считаю, что базовые ценности задает труд, без которого нет ни религии, ничего остального. Человек делает человеком труд. И от этого уже все остальное происходит. Религия – это одна из стратегий осознания человеком себя в этом мире, и стратегия сознания и поведения. Но не единственная, кстати говоря. Мы напросто полагаем, что религия – это вот то самое мировоззрение, которое такое универсальное и всех охватывает. Существует масса других мировоззренческих стратегий, которые не менее влиятельны, а может быть, даже более. Ну вот, извините, я таким ученым термином скажу, мифоритуальное сознание, например. Мифоритуальное, магическое, если проще сказать. Оно гораздо более распространено, и очень часто даже религия превращается в некий магический инструмент. Это кажется, что приложи её к больному месту, и что-то поправится. Откуда появляются все эти упования на скрепы, ещё на что-нибудь такое. То есть из религии религиозное это содержание очень часто вымывается. И когда вот тут речь зашла о том, что религиозные учения не учат, скажем там, домашнему насилию, да, конечно, не учат, конечно, но согласитесь всё-таки, коллеги, что для подавляющего большинства последователя любой религии знание религиозного учения настолько маргинально или вообще размыто, расплывчато, что не руководствуется доктринами, не руководствуется основами социальной концепции русской православной церкви, ещё чем-нибудь. Живут совершенно по-другому, адаптируя к своему повседневному умонастроению какие-то религиозные идеи, упрощая их при этом, делая их более приемлемыми для себя. То есть любая религия существует именно так, как её способен воспринять, понять, пережить, прочувствовать человек, считающий себя последователем этой религии, а не так, как написано в символе веры или в каком-то доктринальном документе. Вот поэтому здесь, наверное, надо посмотреть на то, что называется, ну, то, что философу называют жизненный мир человека, исповедующего религию. А этот жизненный мир наполнен не только религиозными идеями, побуждениями, но и массой других, и нерелигиозных. И поэтому рассматривать тему прав человека, допустим, акцентируя что-то одно, выявляя там, как базовый, религиозный, например, задаёт всю парадигму прав, я считаю неправомерно. У нас широкая палитра в нашей жизни оснований, которые требуют правовой реализации наших потребностей, человеческих, наших свобод, ограничений. Я тут согласен с Филимом Владимировичем по поводу того, что там понятие обязанностей должно тоже входить в ценностный набор. И вот поэтому я думаю, что будет разумно, если в таком документе, хотя любой документ под названием план у меня вызывает большой скепсис, знаете, за годы жизни в Отечестве, я столько планов всяких написал, и столько планов мне нужно было выполнять, которые предписывались, что к плану уже очень скептичные отношения возникают. Тем не менее, вот самый план требует прежде всего уточнения, что называется, субъекта действия, кто будет реализовывать это всё. Вот здесь же правильно звучало, что такое государство, например, абстрактное такое, существо, или живое государство. Это конкретные люди на конкретных должностях с выполнением функциональных обязанностей конкретных. Вот если у этих людей в головах будут, извините, тараканы бегать, тогда ничего не получится. Значит, конечно, должен быть поставлен вопрос о формировании какой-то квалификационной подготовки людей, которые связаны с тем или иным видом деятельности, конкретной причём деятельности. Говорим о религии, давайте здесь займёмся. Вот сейчас есть простандарт, специалисты в области национальных и религиозных отношений. По идее, на самом деле, сейчас никто у нас, кто занимается религией, не соответствует своей должности, потому что этому простандарту не соответствует, не прошли подготовку, не получили сертификат. Поэтому надо что, всё закрыть и остановиться, пока всех не обучим. То есть это вообще проблема государственного масштаба, каким образом ввести адекватное, вменяемое знание у религии в практику тех учреждений государственных, муниципальных, которые так или иначе по функционалу обязаны этим заниматься. Значит, вот это, конечно, требует совершенно другого отношения к самой образовательной системе, системе профессиональной подготовки. Вы видите все, как у нас на протяжении последних лет настойчиво, назойливо, я бы сказал, иногда, извините за выражение, нахраписто, скажем, вводится так называемая теология в систему светского образования. Эта теологизация, я против теологии ничего не имею, потому что я религиовед, я знаю достоинства теологии как феномен религиозной мысли и культуры. Но то, что под этим именем вводится, это не теология, от теологии ожидающего идейно-воспитательного эффекта, чтобы она там патриотизм, еще что-то такое поднимала, тогда это не теология уже, это называется по-другому. У нас уже были аналоги, мы же все помним в советское время, у нас был научный коммунизм. Вот эта самая теология, она фактически в формате научного коммунизма. Как он был нежизнеспособен, так и теология окажется нежизнеспособна, если от нее требовать эти самые идеологические задачи решать. Но именно в этом формате это вводится. Тогда к чему это приведет? Да к дискредитации теологии, а от нее к дискредитации тех религиозных учений, которые за ней стоят. На самом деле это удар по религиозным учениям. Я понимаю генералитет религиозных организаций, извините за слово, который заинтересован в этом. Я понимаю ректорский корпус светский, который образовал научно-образовательно-теологическую ассоциацию и считает, что пойдут бюджетные места, госфинансирование замечательно, но я не понимаю, почему отсутствие перспективное видение того, к чему это все приведет. С основами религиозной культуры и светской этики, о которых мы говорили, и многие знают, и как родители сталкивались, наверное, с этим, проблема та же самая, но она уже как бы обозначилась более внятно, потому что на протяжении семи лет, которые существуют обязательный курс в школах, устойчиво по всей Российской Федерации доминирует родительский выбор основ светской этики, при том, что такое светская этика, родители не знают толком, они ее путают с этикетом, тем не менее, все равно выбирают, потому что инстинкт родительский, вот этот не навредит ребенку, он срабатывает, и у верующих родителей он срабатывает, они не хотят, чтобы их детям давали нечто такое под названием религиозная культура в школе, что они получат в семье или в воскресной школе, то есть здесь очень широкий глубок проблем возникает, где одна другую цепляет, и мы сегодня, собственно, когда это все говорим, вот я слушаю и понимаю, что за каждым высказыванием стоит целая цепочка, то есть где-то должно быть какое-то звено, первое, за которое потянуть, как в известном афоризме политическом, и тогда можно вытянуть все. Вот я понимаю, что живя в России, мы всегда как на самое главное звено смотрим куда? Вот туда, значит, на первое лицо, которое там проявит волю, даст указания, и тогда все как бы закрутится. Ну, как оказывается, не всегда, кстати говоря, указания первого лица реализуются во всяких исполнительных действиях. Потому что есть еще огромный аппарат с корпоративными интересами, свои механизмы торможения и так далее. И поэтому здесь как эквивалент или, скажем, такая уравновешивающая сила должно быть то, что мы называем гражданским обществом. Вот то, что есть гражданское общество, которое своей инициативой снизу все-таки постоянно подталкивает этот огромный левиафан государства к тому, чтобы он зашевелился. Вот когда сказал Великой Владимирович о том, что государство должно определить критерии, я как-то немножко даже напрягся. Представь себе указ президента Российской Федерации о правах человека. А тогда зачем нам Конституция, если мы будем жить указами? То есть все-таки должно как-то идти с другой стороны, не только ожидать, что сверху скажут, вдруг там поумнеют и скажут что-нибудь правильное. А все-таки мы-то здесь на что? Мы и есть собственно Россия, мы и есть многонациональный народ, который в Конституции записан. Поэтому в основе этого самого национального плана действий мне кажется должно быть в первую очередь это подчеркивание наличия гражданского общества, формирования общественных инициатив, которые и в состоянии отразить реальное умонастроение населения, а не то, что там хотелось бы или как бы там по-маниловски что-нибудь представить. Ну вот все, что я могу сказать. Спасибо. Абсолютно с вами согласна, но вот я например считаю, что вот как раз инициативы сейчас собраны в том, что есть, правда, так как в мусорную корзину пока, как раз инициативы от субъектов шли, от их уполномоченных, которые абсолютно по-разному это видели, вот она инициатива. Дожидаться, что нам кто-то спустит счастье, конечно, не стоит. Спасибо. Васильевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я вчера на пленарном заседании немного сказал об институте уполномоченного по защите свободы совести, прав верующих, но я вчера почувствовал, что еще аудитория не готова слушать такие академические вещи, я говорил чуть-чуть эмоционально, несколько где-то абстрактно, вот, и может быть эмоционально я как бы слушателей достиг, вот, а содержательно я многие вещи не обозначил, и поэтому я сейчас хочу некоторые вещи проговорить, ну, в частности, когда мы говорим о национальном плане в области, как у нас звучит, да, в области прав человека, и когда говорим о вопросах свободы совести в этом национальном плане, я еще раз хочу вернуться к институту уполномоченного по защите права на свободу совести и вероисповедания, или религии, как говорят, вот, почему это необходимо еще раз проговаривать, вот, сегодня Андрей Евгеньевич справедливо сказал, когда был принят первый закон РСССР о свободе вероисповедения, там был запрет на создание любого госоргана в сфере государственных и профессиональных отношений, это была ошибка, ошибка, во всех республиках постсоветских такие органы были и есть до сегодняшнего дня, почему, потому что это очень важная сфера общественных отношений, которую нельзя, как сегодня звучало и вчера, отдавать на откуп только силовикам, у них свои задачи, свои методы работы, свои стереотипы мышления, своя статистика и так далее и тому подобное, а сегодня вот эта инерция, да, запрет, она продолжает катиться, но тем не менее, во многих субъектах федерации сегодня такие органы созданы, вот рядом сидит советник, главы государства, да, которые по национальным вопросам, но наряду с этим, конечно, уважаемый коллега и специалист в сфере государственно-комфессиональных отношений, иначе нельзя, потому что республика много национальная, там присутствуют в том числе и разные религии, даже в одной религии разные течения, все это надо понимать и знать, вот, но у нас есть большие субъекты федерации, Москва, да, сказал, 15 миллионов, ну, до 15 миллионов с приезжими, 10 целых у нас департамент создан, а в нем управление, что 34, 24, господи, это же государство, государство, это самостоятельное государство, по сути, да, и вот у нас есть здесь комитет, да, управление, точнее, в этом рамках департамента по связям с религиозными объединениями, в целом ситуация более-менее, но, тем не менее, почему мы ставим вопрос о необходимости уполномоченного по защите свободы совести, да, потому что огромное количество проблем, увы, они все равно эти проблемы не решаются, я больше скажу, вот, у нас Александр Ильич ушел, да, вот, каждый год готовят они доклад сейчас, РАС, мы тоже члены этого РАСа, о соблюдении свободы совести там где-то, в США, в Африке, мне Африка вообще не интересует, извините меня, и США меня не интересует, меня интересует, моя родная страна, что у нас происходит, вот, и поэтому надо доклад писать о соблюдении свободы совести в Российской Федерации, и вот мы готовы, я говорю, мы, славянский правовой центр, хотя это большая работа, на это надо, на самом деле, какие-то деньги, гранты, да, мы все-таки больше занимаемся адвокатской деятельностью, у нас своих проблем хватает, надо выживать, надо зарабатывать, но тем не менее, я сегодня вижу, что такой доклад надо делать, и мы его подготовим к концу года, в начале следующего года, может быть, презентацию сделаем, потому что ком, проблем нарастает постепенно, права верующих реально ущемляются, недовольство растет, это новый очаг проблем создается, понимаете, у нас сейчас недовольство в регионах очень федеральной власти, не мне вам говорить, кто бывает в регионах, это видит, да, и это тут масса проблем, там, не буду их все повторять, и тут возникает еще вот этот дополнительный очаг, искусственно созданный, понимаете, и эта проблема, она тоже каким-то, ну, может быть, катализатором явится социального взрыва, не дай бог, не приведи господи, это, вот, но это же надо все прогнозировать, этим надо заниматься, и как раз уполномоченная, это, у него не будет каких-то распорядительных, властных полномочий, но транслировать те проблемы, которые есть, в лове государству, в лове правительства, на федеральном уровне, на местах, какие-то будут люди этим заниматься тоже пополномоченные, это делать надо, хотя бы вот это вот напряжение снимать, снимать. пополномоченные, даже с учеба, но с другой стороны, при таком высоком уровне религиозного идеологического разнообразия, когда будет выходить повестку дня, а кто может быть таким амбусом, правительства. Иван Михайлович затрагивал эту тематику, квалификации представителей религиозной традиции будет рекомендовать численный состав этой традиции, или же это должен быть человек, который обладает компетенцией в области права, правовой подготовки, как будет определять, или же это будет совершенно какой-то человек. Не вызовет ли эта инициатива дополнительное усиление напряжения? Нет, я... Я предполагал этот вопрос, значит, и у меня есть на него ответ. Я даже больше скажу. Вот сама идея, когда мы говорим об уполномоченном, она вообще на самом деле утопическая. Никто не будет создавать институт... Никто не готов в обществе государства к этому. Просто не готовы. И тем более правильно вы говорите, у кого эти проблемы-то, собственно? Они у религиозного меньшинства. Да. Нет, эти проблемы у религиозного меньшинства. Чего их защищать? У нас же сейчас такая установка, если судя по действиям, это все-таки дать приоритет традиционным ценностям, традиционным религиям, а все остальные, ну, живите, вы и живите, не высовывайтесь. Но этих вот остальных меньшинств, их на самом деле достаточно много. Я, ну, здесь многие статистику знают, но еще раз повторю, сегодня официально зарегистрировано 5 тысяч протестантских евангельских церквей. 5 тысяч. Ну, скажем, всего у нас 30 тысяч в России зарегистрировано. Да, это официально. А еще религиозные группы есть. Я всегда говорю, если русская православная церковь регистрирует все, что шевелится, да, там по дворе один человек, да, это так уже юридическое лицо. Значит, у евангельских церквей у нас на одну регистрированную приходится не меньше двух, а то и три, это религиозные группы, да, то есть это достаточно большое количество людей вовлеченных активно вовлеченных в религиозную деятельность, да, и вот у них-то как раз больше всего проблем. И понимаю, я даваю отчет, что государство не пойдет на то, чтобы создавать такой орган на сегодняшний день, это надо отдать инициативу обществу, общественности, правозащитной общественности. Вы, по сути, я вчера об этом сказал вскользь, вот славянский правоцентр, мы уже сколько существуем, почти 30 лет, да, вот, за это время мы издаем 22 года уже журнал религии, право издаем, да, мы написали там больше 35 книг, юридическое религоведение, программа учебная, она в ряде вузов, кстати, преподается, не только в Казанском университете, как вчера сказал Анатолий Кириллович, вот, сами читаем лекции в различных университетах, массу семинаров провели, вебинаров правозащитных и так далее. По сути, это уже на самом деле это институт уполномоченный, да, да, и вот я, я сейчас одну вещь проговорю, мы ее не обговаривали, вот Владимир Васильевич Реховский, да, он бы вообще идеально на эту функцию подошел, быть уполномоченным, и если у нас, к примеру, ну, к институту такой не будет, почему евангельскому сообществу, да, не собраться, потому что, на самом деле, Владимир Васильевич, он такого широкого мировоззрения, я не делаю ему сейчас комплименты, мы с ним ругаемся часто, вот, на самом деле, в каких производственных вопросах, но он очень уважительно относится к представителям разных конфессий, к православной церкви, он хорошо традиции это знает, к мусульманам и так далее, и в то же время он по духу правозащитник, я иногда на него смотрю, думаю, Володь, тебе что надо-то, больше всех, что ли, надо? Ну, мы как адвокаты, ведем разные дела, и уголовные, там, деньги зарабатываем, а он, слушай, у нас другая задача, у нас другая, как бы, миссия защищать верующих, и вот, может быть, я сейчас не согласовал, я ни с кем это, я проговариваю впервые, может быть, вот после этого нашего форума мы соберемся где-то, у нас есть глав протестантских церквей, может быть, там, и мы это еще раз проговорим, и такой сами институт учредим, это просто надо для того, чтобы государство понимало, администрация президента видели, правоохранители, силовики видели, что проблема существует, раз такой институт создается, она проблем существует, ведь у нас сейчас эмиграция пошла, я даже сегодня слышал здесь в кулуарах, ну ладно, будут давить, уедем, вот прям при мне это было сказано, вот, да, вот это ведь, да, это же есть, это же есть, да, у нас сейчас что делают, да, вот старобрядцев, сейчас там указ президента состоялся, там упрощенная процедура возврата старобрядцев, да, они по всему миру рассеяны, старобрядцы, их много в Латинской Америке, в Канаде и так далее, чтобы они возвращались в Россию, ну, особо-то на самом деле никто не поедет, они уже пытались приезжать, приезжать в Чернский район, Тульскую область в 90-е годы, ничего не получилось, вот, ну, зачем выдавливать из России людей, которые уже, вот тот же самый, вот Хельмут, сейчас вот в новой газете была статья, да, Новосибирь Васильевич как раз представляет интересы его, да, вот Пересветов, я позавчера прочитал Царьград, я даже не знал, что такое есть телеканал, статья появилась, Евгений Пересветов, пастор, большой церкви в Москве, тысяча человек, она дикая эта статья, она пишет, что вот, смотрите, там типа, вот он скрылся, в Америке убежал, да, значит, здесь он создал какое-то там это сообщество преступное, людей там реабилитировали от наркомании, от алкоголя, на самом деле, это были рабы и в таком духе, я когда прочитал все это, скрылся, прячется от правосудия, да я представлял его интересы, я с ним ходил к следователю, когда его допрашивали, как свидетелей, на него пытались что-то найти, но он абсолютно чистый, абсолютно, вот, а жена у него москвичка, он гражданин Украины, у него двое маленьких детей, и его не пустили на территорию России, закрыли въезд, но это как вот понимать, жена у него, я могу, она сказала, можно объявить, публично сказать о ее диагнозе, у нее почки больные, ей надо гонять кровь, как это называется, гомео, я не выговариваю это слово, для меня она сложная, вот, и вы понимаете, вот оставили жену больную двумя детьми, а его не пускают, а он здесь прожил 20 лет, или 17, 18, да, понимаете, мы обжаловали это в суд, ну, естественно, в суд там дело засекретили, как всегда, потому что опять это все правоохранители ведут, я говорю в суде, я говорю, господа, если он совершил преступление, почему не привлекли к уголовной ответственности, если были какие-то намеки на преступление, почему ни прокуратура, ни ФСБ, которые сегодня дали полномочия, предостережение, объявлять, этого не было сделано, значит, здесь другие соображения, а я эти соображения вижу, только погоня за статистикой, видимость, и это попадет где-то в отчетах, главе государства, предотвратили очередной теракт, вот так это будет звучать, скорее всего, и вот, вот этот, я могу продолжать этот комплекс проблем, да, он и достаточно большой, этот комплекс проблем, с этим, с законом Яровой, пресловутым, столько проблем создали, конечно, надо корректировать законодательство, и вот этот институт уполномоченного, он должен быть независим, ни от государства, ни от конфессий, а должен следовать только строго конституции, каждому гарантируется свобода совести, свобода религии. Одну минуту попрошу, коллеги. Спасибо. Я закончил. Да, у нас есть Министерство по делам национальности и массовым коммуникациям печати Корочевской республики, и у нас есть негласная система квотирования мест в правительстве. Согласно этой квоте, это место занимает представитель самой немногочисленной национальности Нагайца, потому что это ребята, которые менее всех политизированы, и мы уверены, что он будет объективен в оценке и принятии решений. Но при этом это человек, который не извне, это ничего важного, это человек, который в республике. То есть я считаю, что полномочным по правам в Российской Федерации должен быть верующий человек обязательно, но не мусульманин и не православный, как две, там, самые крупные, самые политизированные. Буддист – самый хороший религий. Я вот что хочу сказать, спасибо большое, что вы подняли эту тему, потому что на самом деле очень неоднозначное, так сказать, мнение на эту тему, плодить ли у полномоченных или остановиться. Но вот вы меня практически убедили. С моей точки зрения, появляется какая-то проблема, которую нужно решать, и она будет, так сказать, она пролонгирована, не то что ее решить в один момент, и все хорошо, все в счастье. И, видимо, вот сейчас настал момент как раз такой, что сейчас обострились эти отношения, причем спровоцировало это в основном государство, к сожалению. И такой у полномочины, это было бы действительно достаточный выход из положения, хотя я все-таки не думаю, я не думаю, больше должен быть верующий, хотя это, ну, мое мнение, что я сама не верующий человек или как, не религиозный, да, так это называется. Спасибо большое. Теперь буду знать, как я называюсь. Я вот о чем хочу сказать. Просто вот как пример. Вы знаете, что в Швеции был обуцман по делам почтальонов. Возникла у них проблема такая. То есть на самом деле, да, нужно... Да, возникла проблема. Понятно, что ее нужно регулировать. Понятно, что можно написать много законов хороших и важных, но если есть проблема и если есть возможность человеческий фактор сюда внести, надо это делать. Давайте это озвучим в выводах нашего круглого... Да, Наталья Леонидовна, как я понимаю, из общего разговора, вот те позиции, которые представил профессор Пчелинцев. К плану мероприятий, который в перспективе может быть, ну, вот как-то создан под концепцию и так дальше, надо обратить внимание, что должны быть еще инструменты, то есть обеспечение. И именно инструментами. Например, 238 закон, 238 ФЗ, это ОКомпетенциях и профессиональные, ну, то есть вот аттестации, предписывает, прямо предписывает создание саморегулируемых организаций, которые под каждую отрасль, соответственно, будут разрабатывать критерии, да, и эти критерии, они будут учитываться вот как раз при реализации профстандартов, а потом в образовательной сфере, то есть вот будут запускать, вот, собственно, и общество в его динамиках. И то, что Анатолий Васильевич предлагает, это создание именно, то есть не под государственными институциями, а именно на уровне гражданских инициатив вот каких-то дополнительных инструментов, при том эти союзы, как профессиональные, отраслевые, ну, и, наверное, и религиозные организации, то есть тогда получается, что как вот Межрелигиозный Совет России, там, правда, только традиционные религии присутствуют, а эта сфера значительно шире, то есть это какая-то гражданская инициатива, да, то есть такой солидарному действию в сфере заинтересованных, да, то есть там, где вот как религиозная культура в широком смысле, и будут вводиться вот эти дополнительные инструменты, и будет выделяться, ну, то есть назначаться какой-то особый человек, который, ну, как мирила совести, что ли, да, ну, то есть которому доверяют, которому прислушиваются, и он может вмешиваться в конфликты. То есть тут получается, что надо строить еще дополнительные инструменты. Это какая-то модерация такая, да, вот смотрите, на самом деле красивая вроде конструкция, да, вот гражданское общество поднимается, само, саморегулируется, и выделяет из своего состава самого уважаемого, самого знающего человека, который бы занимался этими проблемами. У нас же есть саморегулируемая организация, адвокатура, нотариат, да, но все равно есть законы и об адвокатуре, и о нотариате, правильно, юристы. Мы понимаем, что все равно без некоего нормативного правового акта все равно не обойтись, все равно надо думать, как это узаконить, потому что, ну, да... Может быть, не столько узаконить, чтобы задать определенность, вот понятий, да, которые мы активно где-то используем, Михаил Юрьевич говорил, да, верующий, а где определено? То есть как, хотя бы описано, да, то есть ограничено... Это уже другой закон. Мы сейчас говорим вот именно об уполномоченном, правильно? Мы говорим о том, каким... Пока, пока, мы с вами знаем, у нас три вида уполномоченных. Один уполномоченный, это, подождите, это уполномоченный парамчек, это конституционный закон Российской Федерации. Два других уполномоченных, это указы президента, и у них разный статус. Функции-то, понятно, разные, статус разный. Как можно быть независимым, если хотя кто-то, в общем, уже очередил? Вот так как, если это конституционный закон, да, а по правам ребенка и уполномоченные по защите прав предпринимателей. У него должность, естественно, также указ президента, это государ... Это государственные служащие, естественно. Но замечание сделано, потому что они должны быть независимы. Они, они де юра независимы, ну, как-то мне сомневаюсь чуток, но неважно. Вот выработать такой механизм, чтобы это было снизу, вот это было бы замечательно совершенно, но я пока только вот фантазии на эту тему представляю. Да, если позволите. Здесь даже не санкция должна быть, а нормативный правовой акт. Я в этом уверена. Я в этом уверена. Ни лезьте, ни ко времени. Ну и что? Вот сейчас создан, например, профстандарт. Довольно интересный инструмент, сегодня упоминался, специалисты в сфере национальных и религиозных отношений. А ничего, он парализован к сегодняшнему дню, потому что создать СРО отраслевое не получается вообще никак, потому что даже подойти к консультациям в Минюст, даже вот на этом, первом уровне, перепуганность, как говорят, населения. Любая... Репликума, возможно, как раз от общества, потому что Кузнецов Александр, секретарь Всесоюзного Содорства Ивановских Христиан и пастор Московской Церкви, немаленькой. В любом случае, необходимо что-то делать. Я внимательно слушаю вчера и сегодня. Наверное, один из аспектов проблемы, я вырос в Советском Союзе, я с детства верующий, мои родители были верующие, со всеми вытекающими последствиями. Я очень... Мне в следующем году будет 60 лет. Я очень доволен жизнью, я это транслирую, я очень позитивный человек, но с чем я сталкиваюсь? Я сталкиваюсь со своими 35-летними детьми, взрослыми, и назревает очень серьезный конфликт в разрастной, потому что даже вот... Мы выросли в то время, у меня есть, можно... Возникает очень серьезный конфликт в разрастной. Мы, те, которые сейчас трудимся, живем, мы не уехали из этой страны, потому что она наша, потому что это наш язык, это наша ответственность, которую мы воспринимаем как повеление Бога. Я вот действующий пастор, и позвольте со стороны именно этой общественности, о которой здесь говорится, немножко сказать пару репликов. И, конечно, мы благодарны Богу за то время, в котором мы живем. Это огромный контраст. Нас пытались забрать у наших родителей, на моего отца заводили уголовное дело, ну и все прелести того времени. Кстати, в этом тоже была своя прелесть. Субкультуру мы хранили очень сильно, настолько сильно, что наша сейчас проблема, что мы из этой субкультуры не хотим выходить. Это отдельная тема, и я об этом говорю, как уже наша внутренняя проблема, и не всегда понят в этом, потому что нас туда загнали, но нам там понравилось. Я так это называю. Поэтому все черно-белое для нас. Конечно, поэтому вот этим, как бы, народ наш, нашего возраста, он не испугается, но возникает проблема поколений, потому что то, чем я доволен сейчас, как человек, переживший те времена и имеющий этот контраст, это абсолютно не впечатляет тридцатиперетних ребят. А это программисты, это управленцы, мой один зять, программист высокого уровня, другой зять, он закончил Академию управления, муниципального управления, с высокого уровня. Они верующие, они ходят в церковь. Но, почему я полностью согласен, что этот вопрос прав человека, он, это не вопрос только верующих. И я скажу честно, я очень рад, что у нас есть остатки, в каком-то смысле, советского, светского государства. Может быть, даже это нас, верующих, евангельских верующих, баптистов и меньшинство, так называемое, спасает. Это очень интересная мысль, знаете, абсолютно на самом деле, потому что, в принципе, порой я нахожу больше понимания с людьми нерелигиозными и невоцерковленными, нежели даже со своими оппонентами внутри евангельского движения. Я не буду касаться других конфессий. У нас есть внутри серьезный вызов, о котором мы говорим. Но нам в любом случае, я поддерживаю, что необходим определенный действующий орган, но независимый. Вот здесь поднимался вопрос зарплаты. Мы же все, вот я тоже руководитель организации, у меня штат, там 15 человек в церкви. Я прекрасно понимаю, что вот есть эти вещи. Это вопрос очень сложный, но его нужно решать, потому что у нас идет внутри религиозной среды конфликт поколений. Мы даем позитивное направление. Ребята, все хорошо, посмотрите в сравнении, как было 40 лет назад. У нас все классно. Я, правда, это транслирую, потому что все, кто меня знает, я очень позитивный человек, но я оппонируюсь своим уже детям, 35-летним. А если уж мы поговорим, а у меня есть племянница, ей 15 лет. Я недавно узнал настроение 15-летних. Вы когда-нибудь интересовались настроениями 15-летних? Это еще 35 лет, вот мне под 60, 35 конфликт идет уже. А с теми ребятам, которые сейчас 15, я говорю сейчас про верующую, достаточно, ну как бы, не то, что управляемую, но достаточно подверженную влиянию территория в нашей церкви. Наши дети, которые воспитывались в христианских семьях, ходят в церковь, которая все. А теперь представьте, там, где нет этого влияния, и мы позитивно влияем на своих детей, тем более это входит в нашу идеологию, за все благодарите. Понимаете? Вот и мы видим нарастающий конфликт поколений, который уже не одно. Ну, поинтересуйтесь. Ты скажи, начал, скажи. Не-не-не, это в области не религиозной, это в области как раз прав человека, это в области отношения к существуемости институтам власти. И разделенности. Да. Это в жестком виде. Я этого не ожидал. И более того, это массовое явление. Хотя при этом в нашей церкви, у нас все онлайн-трансляция, мы, в принципе, мы общаемся, у нас прекрасные отношения и с местными властями, и ведем диалоги и с людьми, которые стоят на защите нашей страны. Все нормально. И мы транслируем позитивное. Но вот эта вещь, это просто к тому, что я полностью поддерживаю, как вот снизу, как представитель церкви, которая реально работает с сотнями, с тысячами людьми, как я работаю с сотнями церквами по всей стране нашей церкви, от Калининграда до Владивостока. И эти вещи нужно решать, потому что масштаб вот этих противоречий, он очень большой. Спасибо. Я извиняюсь немножко, просто я на эту сторону хотел обратить внимание. Спасибо большое. Проблемы инструментов. Коллеги, следите за микрофончиками. Да, я только что включил его. Проблемы инструментов и обеспеченности инструментальной. Я хотел сказать, почему нужен человек, именно утвержденный там, хотя бы президентом Российской Федерации, нужен статус. Функция уполномоченного, по сути, де-факто она одна. Это доносить информацию. То есть получать ее, анализировать, понимать ее, чувствовать ее, что важно в случае с верующими. И доносить. Очень общее сложное. На самом деле, общее сложное, потому что у нас проблема с нами самими. Ее обозначил профессор Сибинцов. Тут оно как бы понятно. Если это будет человек, если это будет человек, там, общественник, да, его просто не услышат. Информация просто не дойдет до первого лица. Ну, таких источников много. Легитимно, нелегитимно, там будет очень много вопросов. Если утверждает президент Российской Федерации, у него будет прямая связь, да, он может доносить информацию. Если нет, то нет. И все. Это не будет работать. Я полностью поддерживаю, что сказал Олюбек, потому что без какого-то статуса или неопределенным общественным статусом, да, признаю это уважение. Но это, куда бы ни обратился, его обращение будет рассматриваться просто как обращение гражданина. И скажут, вы здесь не стояли. А вопрос уже о том, кто может быть этим человеком. Я думаю, что достаточно, ну, может быть, немного, но есть специалисты, которые в этой области. И причем вот и вчера вопрос поднимали, то, что это должен быть верующий, неверующий, не имеет абсолютно никакого значения. У нас есть неверующие, есть неверующие. Взятия Михаила Ивановича Одинцова, который в параде Уполномоченного возглавлял отдел по свободе совести. Он не верующий, он даже атеист, и причем серьезный такой атеист. Вот. Но он абсолютно ко всем был одинаковый. Да, и он абсолютно ко всем был одинаковый, защищал права всех. Вот. Есть такие верующие, как уважаемый Гаврилов, вот, представитель комитета, вот, Госдумы, вот, тут вообще для того, всем улыбаются, но для него никого, кроме одной конфессии, будучи коммунистом, стал поверженцем, это конфессия, для него никого не существует. Вот такие люди, даже близко нельзя допускать. А остальные верующие, вот, допустим, мы в своей адвокатской деятельности, или эксперты в экспертной деятельности. Вчера на экспертной сессии было, и говорили, что вот, как-то, если эксперт, дали ему заключение, а он, допустим, мусульманин, он не может проводить заключение, давать заключение в отношении христианина, или наоборот, и как-то не может. Я, допустим, защищал, мне жена не носит хиджаб, а я защищал в Верховном Суде хиджаб. И абсолютно, даже мысли не было никакого, никакой не приходило, что это вообще не описывало свои убеждения. Есть право, есть право человека, которого надо защищать. Поэтому это абсолютно не зависит, там, верующий, неверующий. Главное, чтобы он был объективный, не зависит. есть у тебя сомнения в том, что вот ко мне пришел там совете Леговы, а я считаю, что-то с кровью они там что-то переборщили, и как я буду давать заключение на их книжку какую-то, значит, все, объявляй себе сонат, вот и не занимайся этой темой. Ты не можешь быть объективным. Вот поэтому, но самый главный вопрос, я думаю, что в рекомендации мы должны в рекомендации в этом плане поднять все-таки вопрос, что есть необходимость в этом. У нас и верующих людей, которые нуждаются в защите, и неверующих, которые нуждаются в защите от навязанной им, ну, от верующих, тоже достаточно. Поэтому я думаю, что этих людей не меньше, чем предпринимателей, вот, не меньше. И проблемы более серьезные, потому что одно дело, когда экономические вопросы, финансы, а другое дело, когда вопросы там внутренние, личные, душевные, духовные, и то же самое, и государственные запасы, то же самое, тоже немаловажно. Вот. И поэтому я думаю, что это стоит, чтобы попало в этот план, рассмотреть, даже не рассмотреть, необходимость, я уже выяснил слово необходимость, а то, что действительно в этом нужно. нужно. И те, кто религиозники говорят, что нам не нужно, ну, вам сегодня не нужно. Вот сегодня вам не нужно. У нас строится диалог, у нас строятся отношения, как вчера говорил, что, там, это сегодня у нас не касается. Стоп, сегодня касается. Но завтра, может, в любой момент, может, ваша иллюзия рухнуть, а нормативная база для этого существует, уже, уже создана. В 1991 году 227 статью Уголовного кодекса отменили, реабилитировали, а в 2012 году 239 статья, возьмите ее, Уголовного кодекса, и сравните с 227. Одно и то же, одно к одному. Только там было указано под видом религиозной деятельности, а сейчас говорится о религиозной деятельности. Но, опять-таки, то угрозам безопасности, правам, свободам человека, там, отказ от гражданской обязанности, здоровье, один к одному. То есть, всего хватило, что вы там, на 20 лет, вот и вот. А тогда не было еще, не было 282 статьи, не было 148 статьи, как уже сегодня говорили, что вы про верующих. Есть сегодня, есть правовая категория верующих. 148 статья Конституции, после уголовного, то, что оскорбление чувств верующих. Кто такие верующие? Я не могу понять. Ну, я понимаю, есть должностные преступления, есть военные преступления, есть фонослужащие, есть несовершеннолетние, есть должностные лица, есть женщины, допустим. А кто такие верующие? Да я, ну, почему ты считаешь себя верующим? Вера без дела мертва, где твои дела? Да я тебе, что угодно скажу. Какой ты верующий? Ты называешь себя верующим? А ну, переставь, горы местами поменяй, покажи свою веру. Что ты себя еще называешь? Это просто, я не приходил себе участвовать по 148 статье, статье в деле, но я бы очень хотел бы увидеть этого потерпевшего, чувства, которые оскорбились. И первый вопрос у меня был относительно веры. Почему он считает себя верующим? Кто такой верующий? В правом смысле я имею в виду. Давайте уже к концу подходить. Я просто хочу вот этот вот закончить эту мысль, которую начал Владимир Васильевич. Мы с вами помним, не все, наверное, молодежь не помнят, Советский Союз, где коммунисты не могли быть верующими и ходить в церкви, это пресекалось очень серьезно. Церковь была серьезно отделена от государства. Теперь у нас обратная ситуация. У нас настолько церковь приблизилась к государству, что наши верхние иерархи светской власти публично показывают свою принадлежность к той или иной конфессии. Совершенно верно. Может измениться ситуация. Важно создать статут. Мы помним с вами, что в Царской России, извините, были преступления против веры. Не верующего, а веры. Было такое. И были наказания серьезные вплоть до каторги. То есть на самом деле все может поменять. Вот. Ну сейчас тоже фактически богохульство. А как это? Поэтому давайте мы... Я хочу сказать, вы, наверное, закончите уже, Илья Владимирович, после меня. Я хочу сказать, что мне кажется, мы очень плодотворно и многоречиво поговорили. Но тут, понимаете, как философ соберешь, так и не остановить. Это мне понятно. Поэтому давайте мы попробуем все-таки собрать мысли в кулак и понять, что же у нас в сухом остатке. Я очень попрошу Владимира Васильевича, я тоже тут кое-что записывала. Давайте посмотрим, что мы можем в наш национальный план, который, дай бог, когда-нибудь свершится, записать, вот как в сухом остатке. Спасибо большое. Вот. И на последнем вот этом этапе, коллеги, то, что смог выделить. Вот эти принципиальные позиции, что всякая деятельность, если она будет связана с функцией омбудсмена, эта деятельность должна быть принципиально неангажированной. То есть одним из таких элементов мы можем, наверное, ввести требования и личные ответственности человека, который вовлечен в сферу общественно-религиозных, государственно-религиозных отношений. это деидеологизация и деполитизация в профессиональной деятельности. Да, да. И как раз наблюдение и недопущение вот идеологизации и, вернее, политизации самой сферы этих отношений, хотя она и вот, собственно, эта публичная сфера. Правильно я вот зафиксировал вот этот вот элемент в последней части нашего разговора. Его надо очень хорошо продумать, если мы будем... Да, формализовать, то есть если... Доказательные. Да. Спасибо большое за этот невероятно интересный, широкий обмен мнениями. Понимаем, что этот вопрос впервые в последние 25 лет стоит столь, на столь высоком уровне и остро. Выскажу пока только свое впечатление от того, что услышал и как прошла эта дискуссия на высоком уровне, на очень... то есть в широком контексте. понимаем, понимаем, что затронуты практически все междисциплинарные сферы, если мы сейчас говорим о предмете. И это, конечно же, обусловлено тем, тут мы идем в общей логике международного, наверное, развития. и я заново повторю отношения и права, о которых мы говорим, они все взаимосвязаны, взаимозависимы, взаимодополняющи, и они генерализируются в универсалии. Поэтому они универсальны, они неделимы. А то, как мы сможем их конкретизировать с опорой на этнокультурные особенности, на особенности нашей политической сферы, будет зависеть будущее и общества, и государства. На сегодняшний день Российская Федерация – это федеративное государство, и оно должно быть как-то и чем-то обеспечено. И от нас зависит то, как мы это лично в своей жизни, в своих функциональностях будем обеспечивать. Видеть, уважать другого или же отказываться от этой ценности другого. Наша культура, она была таковой, поскольку это меж, то есть это обеспечивалось в межрелигиозном диалоге, это межкультурный диалог, и в этом мы видели единство, целостность культуры. Наталья Леонидовна, спасибо большое за этот диалог, за этот повод, за модерацию. Дорогие коллеги, благодарим вас. Без вот этого, наверное, круглого стола вряд ли, наверное, эта задача была бы обеспечена. мы надеемся, что разговор открыт в своих субъектах, на своих площадках, в своих религиозных традициях, в академической среде. Приглашаем вас к продолжению этого диалога. От нас зависит, на каком уровне он будет. Ну, а сегодня можем сказать, что задача выполнена. вопрос поставлен, диалог открыт, ну, и, соответственно, каким он будет, мы увидим завтра. Спасибо всем большое. Да, уважаемые коллеги, техническая информация. Сегодня столовая в этом здании работает, подкрепиться можно, вот, на нижнем этаже спуститься, ну, и, да, минус один, да, да, или в каких-то кафе, тут очень много всего есть, и, да, итоговое пленарное заседание сегодняшнего дня начнется в три часа. А где? Здесь. Сейчас, сейчас скажу, в большом конференц-зале, то, что я вижу, на первом этаже. Да, свериться можно в программе. Я подытожу. шердь, без, кто-то может быть, ну, Продолжение следует...